АПЛОДИСМЕНТЫ На этом мы, как вы знаете, сконцентрировали очень большие средства, приняли решение об источниках финансирования, о приоритетных направлениях развития. Но нужно, чтобы это всё заработало как хорошие часы, чтобы были сложены механизмы, инструменты достижения поставленных целей. Значительный объём, самый большой объём денег, и я уже об этом тоже говорил, выделяются федерации, а основной объём работы в субъектах Российской Федерации должен быть реализован, осуществлен. Поэтому крайне важно наладить совместную работу между федеральным центром, регионами и муниципальным уровнем, и, разумеется, теми, кто непосредственно задействован в реализации всех этих проектов. Это общественная организация, прежде всего, бизнес, профессиональная среда, профессиональные сообщества. Нам нужно всем объединять усилия. Очень важным среди всех других проектов является, конечно, жильё. Это одна из фундаментальных задач в развитии страны, общества, государства, потому что качество среды обитания, решение жилищных вопросов определяет не только настроение в обществе, что чрезвычайно важно, но определяет и целые секторы развития экономики России, которые тянут за собой и другие направления. Здесь много вопросов, требующих решения, и много сложных задач. Часто, не часто, а вот сейчас, на данном этапе, они вступают даже в противоречие друг с другом. Ну почему? Потому что нам нужно решить один из фундаментальных вопросов, связанных с так называемыми обманутыми дольщиками. Но эта проблема возникла не сама по себе, не потому что жуликов много, а в том числе и потому, что государство не отрегулировал до сих пор цивилизованным образом сферу этой деятельности. Но для того, чтобы её отрегулировать, мы вынуждены принимать решения, которые формально как бы ограничивают работу в этом секторе экономики, создают сложности определённые с переходом на банковское сопровождение и банковское финансирование, с тем, чтобы отсечь привлечение средств людей и не создавать условия для обмана людей. А это сопряжено с определёнными сложностями, в том числе и с финансовыми нагрузками. Нам, с одной стороны, нужно до 120 миллионов довести строительство жилья квадратных метров, а с другой стороны, имея в виду вот эти ограничения, связанные с переходом на новую систему финансирования, они ведут к сжатию рынка и могут привести к этому. Вот здесь нужно решить вот такую двоединую задачу. С одной стороны, стимулировать развитие и строительство, а с другой стороны, всё-таки перейти на современные цивилизованные способы организации работы. Поэтому я и хотел встретиться сначала с вами, поговорить на эту тему и с представителями общественных организаций, и с представителями бизнес-кругов, которые в этой сфере работают и работают не один год, послушать ваше мнение, услышать, что вас беспокоит. А после этого мы встретимся с коллегами из президиума Госсовета и примем соответствующие решения, которые будут транслированы на всю страну. Ещё раз повторяю, это первый опыт такой работы, но я буду продолжать эту работу по другим регионам и по другим национальным проектам. Поэтому давайте начнём вот этот обмен информацией. Мне бы прежде всего хотелось, конечно, вас послушать, ваши соображения, ваши озабоченности услышать, для того чтобы мы с коллегами сегодня, с руководителями регионов Российской Федерации могли это учесть при подготовке решений, которые будут в дальнейшем реализовываться с целью достижения поставленных целей и решения задач в этой сфере. Давайте начнём. Спасибо, Владимир Владимирович, за возможность общения в преддверии заседания Госсовета. Здесь сегодня собрались представители общественных организаций. Это ОНФ, региональное отделение «Опора России», «Деловой России», «Общественная палата», «Застройщики» и также профильные СРО. Вот это те люди, которые знают, что происходит на земле. Вы поручили Народному фронту заняться мониторингом исполнения указа номер 204, майского указа. Мы взяли это на вооружение, и Народный фронт интересует не рейтинги, не статданные по исполнению указов, а Народный фронт интересует, как граждане получают решения своих проблем здесь и сейчас. Это крайне важно. Мы будем основываться не на цифровых факторах данных, будем основываться на том, как люди получают эффективность от реализации нацпроектов через ощущение того, что происходит сегодня. Те люди, врачи, учителя, предприниматели, что происходит в моем дворе, стал он чище или нет, стал благоустроенний парк или нет. Что происходит в сфере медицинских услуг? Всем хочется, наверное, того, о чем вы говорите. Мы должны видеть новые благоустроенные дороги, добротные дороги. Мы должны пользоваться услугами ФАПов. Медицинские услуги должны быть доступны и понятны. Мы должны относиться к культурным благам по-другому. Мы намерены обеспечить реальную связь с населением нашей страны по исполнению нацпроектов, которая будет заключаться не в тех цифровых показателях, о которых мы говорим, а вот именно в том, как люди относятся к этой работе. Мы будем эти данные делать публичными и мониторить, фиксировать, что происходит в нашей стране. Вот я, если позволите, скажу о порядке работы. То есть, уважаемые коллеги, вы должны, если хотите задать вопрос, поднять руку. Я предоставлю вам слово, вы встанете, представитесь и после этого задаете свой вопрос, вступаете в диалог. Ну, и мне, как татарстанцу, Владимир Владимирович, если позволите, я представлю слово своему коллеге. Но, извините, только мне бы хотелось, чтобы у нас не сводилась наша встреча только к вопросам-ответам. Мне бы хотелось услышать и ваше соображение по тем проблемам, которые мы будем обсуждать. Я беседовал до встречи с людьми, то есть, в общем, все готовы к беседе, к обсуждению. Очень много интересных тем. И я еще раз говорю, что я пользуюсь правами сопредседателя Центрального штаба. Хочу представить слово своему коллеге, сопредседателю регионального штаба, Гафворову Ильшату Равкатовичу. Пожалуйста, Ильшату Равкатовичу. Спасибо большое. Прежде всего, хочется, уважаемый Владимир Владимирович, поблагодарить вас за те национальные проекты, которые вы только что озвучили. Мне кажется, что они затрагивают все стороны нашей жизнедеятельности. Я как ректор могу сказать, что особо интересно и важно для нас от проектов, касающихся образования, науки, медицины, ну и как жители, заканчивая комфортной средой нашего обитания. Я уверен, что все они будут способствовать, конечно же, улучшению качества жизни нашего населения. Вот ряд проектов сегодня вызывают определенные вопросы, и я бы хотел сакцентировать ваше внимание именно на этих вопросах. А то, что получится в конце, вы дадите оценку по истечению определенного времени. Прежде всего, много вопросов сегодня по так называемым проектам связаны с системой организации сбора отходов и обращения с ними. В народе данная программа получила название так называемое «мусорная реформа». И с чем это связано, прежде всего? Потому что все мы, как жители, получили соответствующие счета, где увидели, что платеж за сбор мусора увеличился где-то в два раза, где-то в три раза. И вот в ОНФ мы открыли горячую линию, и буквально за последнюю неделю уже более 700 обращений. Все спрашивают, а с чем это связано? Что у нас? Качество услуг улучшилось? Либо с чем? Либо у нас создали региональных операторов, которые явились такой надстройкой. Вот Сергей Анатольевич сказал, что ощущение людей именно такое. Мы выходим на улицу и видим, что места сбора мусора, какими были, такими и остались. Более того, произошло распределение ответственности. Раньше за эти контейнерные участки, места сбора, отвечала управляющая компания. За что? За места сбора, контейнерные площадки. То есть где стоят контейнеры. А сегодня центр ответственности стал распределенным. За участки отвечает управляющая компания, а за контейнеры отвечает региональный оператор. Но там до абсурда доходит. Вот мусор лежит, мне говорят, знаете, а этот мусор упал, когда грузили контейнер. Его подбирать должны представители оператора, а не управляющая компания. Так вот, мне кажется, в этом проекте нужно ввести уточнение и четко определить ответственность региональных операторов, поскольку вот эти места сбора – это, по сути, витрина данной программы. Понятно, что у него там очень много задач, цели, они все благородные, но житель, он должен понимать, для чего он стал больше платить. Второй момент, на котором хотел бы обратить ваше внимание, это то, что порядок начисления, он стал иным. Раньше он был пропорциональным квадратным метром территории, где человек проживает, ну его квартиры. А сейчас, в общем-то, он начисляется пропорционально количеству жителей, которые там прописаны в квартире. Все правильно, человек генерирует мусор, да, и ответ есть. С другой стороны, в малометражных квартирах живет все-таки наиболее социально незащищенная часть наших людей. И они стали платить в 2, 3, 4 раза больше. И мне казалось, что можно было бы предусмотреть определенные субсидии, поддерживающие эту часть населения. Как это было сделано в 2005 году, когда произошла монетизация всех льгот, тогда тоже были возмущения, но они были достаточно быстро погашены за счет того, что правительство быстро предприняло определенные шаги. И, наверное, третий момент, это тоже связано с вывозом мусора, но касается уже людей, живущих и имеющих собственные дома. Вот мы все ориентируемся и думаем, что это только Казань, столица, в городах, и называем эти дома коттеджами. Но огромное количество людей живет в малых населенных пунктах, и это пенсионеры, они тоже ощутили, что в городе платить, что носили. То есть было бы, наверное, целесообразно хотя бы первый год, потому что до них организация вывоза мусора вряд ли так быстро дойдет. Вот хотелось, чтобы на эти вещи было обращено внимание. А так, я думаю, более эмоционально. У нас в ОНФ есть так называемое молодежное крыло. Они уже оббежали площадки, посмотрели, где-то сфотографировались, побеседовали с людьми. Если вы позволите, я бы предложил высказаться моему коллеге Дамеру как руководителю нашего молодежного крыла. Спасибо. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Дамир Нургалиев, молодежка Общероссийского народного фронта Республики Татарстан. Что мы видим уже сейчас? Практически полное отсутствие информационного сопровождения. Люди, к сожалению, не знают, кому обратиться, кто такой региональный оператор, график вывоза твердокоммунальных отходов. Как раз-таки периодически номер регионального оператора очень трудно найти. Исходя из этого, мы предлагаем в каждую платежку, которую получает абсолютно каждый гражданин Российской Федерации, добавить номер телефона регионального оператора и график вывоза твердокоммунальных отходов. И, конечно же, проследить за тем, чтобы данный телефон функционировал, и любой желающий мог спокойно позвонить, рассказать про какую-то проблему, поинтересоваться и получить какую-либо обратную связь. И как только мы ездили по городу Казань, мы все чаще начали наблюдать именно за тем, что мусоровозу очень трудно подъехать к мусорным бакам из-за того, что большое количество припаркованных автомобилей. Мы предлагаем сделать встречу между региональным оператором и жителем, чтобы они выбрали более лучшее место, чтобы и людям было удобнее выбрасывать мусор, и региональному оператору их забирать. Да, спасибо. Во-первых, хочу вам сказать спасибо, поблагодарить ОНФ за то, что вы уделяете внимание таким важным, казалось бы, текущим, бытовым, но принципиально важным для жизни людей вопросам. Из-за этого и состоит наша жизнь, качество её из-за этого состоит. В том числе создание благоприятной среды, городской среды, да и не только городской, вообще в принципе среды обитания, она важнейшая для любой семьи, для любого человека. Это естественно, первое. Второе, откуда взялась проблема. Мы с вами знаем, она десятилетиями эта проблема росла, просто на неё никогда никто не обращал внимания. Вот пару, тройку лет назад, ведь с чего начался такой особый интерес к этой проблеме и особое внимание со стороны общества и государства. На одной из прямых линий просто мне был задан вопрос с жителями Подмосковья, о проблеме, которая у них там сложилась со свалкой. Ну, свалка-то 40 лет там возникала. Я специально обратил на это внимание, на этот вопрос и специально придал такой импульс работе по этой теме, потому что она стала очень острой. Количество отходов увеличилось. То есть никогда не было у нас, не создавалось никакой индустрии переработки. Никогда. И нигде такого в стране не было. В Советском Союзе не было никогда. Просто сваливали и всё. В лучшем случае там что-то, оболовку какую-то делали. Вот и вся работа. А в современных условиях это невозможно. И мусор разный появился. Сколько пластика сейчас, сколько других материалов, которые требуют утилизации и так далее. То есть она стала просто очень острой. И государство обязано обратить на это внимание. Конечно, без контроля со стороны общества, со стороны общественных организаций, в том числе со стороны Общероссийского народного фронта, ну и других организаций, решить эффективно эту проблему будет нельзя. Она затратная, совершенно очевидно. Она требует объединения усилий и граждан, и государства, и муниципалитетов, регионов, всех. Но она должна быть грамотным образом и с минимальным ущербом, с минимальной нагрузкой на граждан реализована. Это безусловно. И здесь ещё очень много вопросов. Создание благоприятной среды обитания, и городской, и пригородной. И всё равно какое. Главное, что среды обитания людей, среды, то есть среды, где люди живут, вот там нужно работать. Значит, здесь нужно ещё многое отрегулировать. И деньги концентрировать именно там, где они будут эффективно работать. Ведь это достаточно прибыльный бизнес, если организовать должным образом. Но только нужно качественно это делать. Стандарты должны быть современные, эффективные. И они, принимаемые и предлагаемые решения, должны приниматься гражданами. Они должны поверить в эффективность этой работы и в качество этой работы. И это ещё раз хочу сказать. Очень важно в этом смысле участие общественных организаций, потому что именно они могут и должны проконтролировать то, как работает и бизнес, и государство. Теперь по поводу конкретных вещей, связанных с распределением ответственности. Здесь, конечно, во-первых, не должны муниципалитеты и регионы устраняться. И нужно распределить ответственность между муниципалитетами, управляющими компаниями и региональными операторами. Вот это просто то, что нужно нам сделать в самое ближайшее время. И тоже сегодня об этом поговорим с коллегами во время президиума. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Юрелинка Анастасия. Я финалистка программы «Архитекторы РФ» из города Казани. Она была организована «Дом РФ» и наглядно показала, что молодые архитекторы не только хотят, но и могут менять облик городов по всей России. Я сейчас видел здесь, в том числе результаты вашей работы мне показали. И моя финальная тема в рамках этой программы стала «Архитетура здоровья онкологического диспансера в городе Казани». Эта тема очень важна для меня, так как она остро касается тех людей, которые сейчас находятся на грани жизни и смерти, и для них окружающая среда является ключевым значением для оздоровления. И я сама тоже проходила лечение в этом диспансере, и знаю, что очень тяжело бороться с заболеванием в такой депрессивной среде. Когда вокруг тебя окружают казенные, типовые, безликие пространства, ты чувствуешь себя просто максимально беспомощным, и очень сложно в таких условиях как-то попытаться дать себе шанс для того, чтобы выжить. И я предлагаю создавать солитогенно-оздоравливающую среду для медицинских учреждений. Она будет основана на научном доказательном дизайне. Это доказательный дизайн. Доказательный дизайн. Он пришел к нам из доказательной медицины. Это научные методы, которые прошли исследования, и их положительное влияние на здоровье человека доказано. И эти методы уже применяются практически во всем мире достаточно давно и достаточно успешно. И с этой стороны у меня вопрос и несколько предложений. Можно ли поручить госсовету возможность применять принципы солитогенного и оздоровительного дизайна ко всем медицинским учреждениям в рамках следующего заседания госсовета, основанного на нацпроекте здравоохранения? И со своей стороны мы хотели бы на пилотном проекте Татарстана показать, как можно применять эти новые методы к медицинским учреждениям, включив эти объекты в программу здравоохранения. Ну и, конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы программа «Архитекторы РФ» имела дальнейшее продолжение, чтобы молодые архитекторы с поддержкой могли каким-то образом влиять на свои города. Вот смотрите, применять и использовать и внедрять нужно всё, что идёт на пользу людям. То, что Вы сказали, не подлежит сомнению, это очевидно. Благоприятная окружающая среда, с одной стороны, с другой стороны, дизайн внутренний, в том числе в учреждениях здравоохранения, конечно, это не может не способствовать повышению настроения людей. А если настроение повышается, то и защитные внутренние силы организма наверняка тоже там, если с психологами поговорить, они подтвердят, наверное, тоже активизируются. Безусловно, всё, что идёт на пользу, людям нужно использовать. И мы пообсуждаем, в каком объёме и в какие программы можно вставить и реализовать эти идеи, о которых Вы сказали. Сейчас коллеги говорили только о том, как распределить ответственность между всеми участниками рынка, связанную с решением мусорной проблемы. Но важно только, чтобы… Там всё равно можно сделать регионального оператора ответственным, но важно, чтобы тарифы не росли. Они и так подросли уже, да? Но важно, чтобы тарифы не росли. Кстати, в Ярославле региональный оператор провёл положительную, хорошую работу. Можно тиражировать это и на другие регионы. Что в Вашем случае то же самое. Если у Вас получилось, а, судя по всему, получилось и получается, то это, конечно, нужно тиражировать и распространять. Мы посмотрим, в какие программы ставить. Что касается программы подготовки молодых дизайнеров, я Вашу вспоминал сегодня, когда мы здесь показывали, в том числе результаты Вашей работы в Татарстане. А мы, кстати говоря, в Татарстане-то собрались, в том числе потому, что, в принципе, здесь есть на что посмотреть. В этом смысле республика демонстрирует хорошие примеры развития и примеры решения проблем, которые являются первоочередными. Эта программа у нас, решение о такой программе было принято в 2018 году, или даже в конце 2017. В 2018 она была запущена летом, по-моему, в июле. И мы её, конечно, продолжим. Естественно, нам нужно архитекторов талантливых, молодых много. Эта программа не решает всех проблем, но она и не может решать. Она только является подспорьем для подготовки молодых специалистов. А так, в целом-то, они в специализированных узах должны воспитываться и готовиться. Но в рамках этой программы уже есть хорошие результаты, в том числе и в кадровом плане сотни с лишним молодых архитекторов через эту программу прошло. Четыре уже востребованы на высоком региональном уровне. Получили должности главных архитекторов, заместителей губернатора. И два ещё сейчас в двух регионах тоже заявки есть ещё на двух специалистов. Так что мы эту программу продолжим. Добрый день, меня зовут Надежда Снегирёва. Я архитектор и специалист по общественному участию. Вообще, я родом из Вологды, но три года назад переехала в Татарстан работать... Куда вы? Из Вологды, Вологодской области. Но три года назад я переехала в Татарстан работать с программой общественных пространств. И надо сказать, что за это время у нас реализовано уже более 300 проектов, парков, скверов, набережных. И все эти проекты мы стараемся делать вместе с людьми и с учётом их интереса. И надо отметить, что даже наша методология с участвующей в проектировании, она ориентирована на то, чтобы создавать проекты на всех этапах вместе с людьми, когда даже нет никаких предложений на этапе самом начальном. Она была рекомендована и Минстроем, и Агентством стратегических инициатив, другим муниципалитетам для применения, которые работают по программе «Комфортная городская среда». Но, к сожалению, я должна сказать, что далеко не все города сегодня прислушиваются к своим жителям и видят в этом ценность. Например, мой родной город Вологда, о котором я уже говорила, реализует сегодня очень резонансный проект об устройстве набережной, когда в историческом центре города реку просто заливают в бетон, спиливают деревья, и жители против, и эксперты, и градозащитники на нас не слышат. И таких ситуаций много, когда люди не могут ни на что повлиять, и, к сожалению, часто это приводит к городостроительным конфликтам и даже протестам, так как у людей не остается никаких инструментов других выразить свое право на город. И, на мой взгляд, это связано во многом, в том числе с тем, что действующее законодательство не содержит никаких легитимных инструментов для влияния людей на свои города, кроме публичных слушаний, которые, честно говоря, являются не очень эффективным инструментом, часто манипулятивным, потому что на них выносятся заранее согласованные решения, и люди не хотят в этом участвовать. И, на мой взгляд, у нас есть такая инициатива, если возможно, вообще как-то пересмотреть действующее законодательство. Я и мои коллеги разработали даже ряд конкретных предложений, которые, если позволите, я хотела бы передать и Министерству строительства Российской Федерации, и рабочей группе Госсовета. Суть их вообще... Ну и позвольте вопрос такой задать. Возможно ли создать экспертную площадку, где были бы разные специалисты, не только архитекторы, но и юристы, и специалисты по работе с общественностью, для того, чтобы рассмотреть наши предложения, разработать рекомендации по актуализации действующих законодательств в интересах жителей нашей страны. Давайте эти предложения. Можно? Спасибо большое. Мы их точно рассмотрим. Вот все? Да, у нас была идея, если это возможно, создание экспертной вот этой группы на базе Госсовета и на базе рабочей группы при Рустаме Нургалевичем Миниханове, если это возможно. Возможно. Мне сейчас только ваша соседка от вас справа, находящаяся, рассказывала как раз об одной такой ситуации, которая сложилась здесь, вот прямо здесь, во внешней среде этого объекта, когда застройщик, видимо, подрядчик взял и спилил, удобнее так было выстраивать внутренние дорожки, спилил какое-то старое дерево, иву старую, которая была, судя по всему, дорога людям, которые здесь живут. Ну, жизнь не жизнь, правда? У кого-то там связано что-то с родителями, у кого-то с детьми. Они подрядчик взял и спилил, и, конечно, люди были недовольны. В то же время здесь же сложилась хорошая, в Казани сложилась хорошая практика привлечения людей на первичной стадии подготовки проекта. Кстати говоря, градостроительный кодекс не запрещает это делать. Наоборот, там даже есть, по-моему, соответствующие указания на то, что это возможно. Так что законодательная база, в принципе, особых корректировок не нуждается. Нужно наладить только так называемую правоприменительную практику. Но если надо что-то добавить, это можно сделать. Но вот, пожалуйста, здесь же сделали без всяких дополнительных законодательных решений. Людей привлекают на первой, на первичной стадии подготовки проекта. Разумеется, наверное, суть вашего предложения в том, чтобы поставить эту работу на постоянные рельсы. Делать это нужно очень аккуратно, конечно. Вы знаете, сколько людей, столько мнений. И нужно, чтобы эти мнения как-то финализировались в конечном итоге в окончательные решения. И чтобы эти решения не затягивались бесконечно. Но люди могут, должны это целесообразно привлекать, их именно на первичной стадии. Не потом, как вот коллега рассказывала, собрать двух-трёх человек и формально отштамповать уже проработанные и принятые решения, фактически без учёта мнения граждан. Такие решения, они тоже бывают и нередко бывают состоятельными, правильными, интересными. Но когда учитывается мнение граждан, причём на первом этапе, то, конечно, это совсем другое настроение у людей создаёт. И есть ещё одно обстоятельство. Люди чувствуют себя соучастниками этого процесса. Они по-другому начинают относиться к конечному результату, как к результату своей собственной работы. Это к чему ведёт? К более бережному отношению, к использованию правильному и так далее. То есть это многосторонний эффект положительный получается. Я с вами согласен, попробуем это проработать в нужном контексте. Давайте мы демократично построим нашу работу. Вот тут дадим девушке. Карина Юрьевна, директор Института архитектуры и дизайна Казанского архитектурно-строительного университета. В 2016 году мы адаптировали нашу подготовку кадров, сделали её более практикоориентированной. Наши студенты под руководством опытных преподавателей практиков выезжали в муниципальные районы и проектировали не на учебных подосновах, а на реальных объектах. И получилось, сейчас эта программа настолько востребована, потому что получается, что выиграли все муниципалитеты, получили базу готовых проектов, а наши студенты получили реальный опыт работы и с заказчиком, и как раз с жителями, с населением, что также очень важно. Кроме того, те компетенции, которые ребята получили, позволяют нам сегодня выиграть в конкурсах международных, где мы вообще соревнуемся с лучшими архитектурными школами мира, с Бартлетт, с Массачусетским технологическим университетом. Вот, например, наша студентка Алсу Садриева, она выиграла международный конкурс, и её проект — это павильон для всемирно известной конференции TED в Ванкувере. Он реализован, она осуществляла авторский надзор, а секретным гостем этой конференции был Папа Римский Франциск, билету достоил 10 тысяч долларов. Кроме этого, конечно, у нас есть и реальные проекты, уже реализованные сегодня. Это «Парк Победы» в Челнах, это фрагмент набережной в Чебоксарах. Сегодня мы выиграли тендер на генеральный план города Набережные Челны. 4 февраля мы презентовали проект «Театр юного зрителя. Система общественных пространств» Владимиру Ростиславовичу Мединскому. Ждём решения по нашим вопросам. То есть мы имеем... Наша Казанская архитектурная школа, а это сегодня полторы тысячи студентов и 1200 маленьких детишек, потому что у нас ещё есть своя архитектурная школа, они интегрированы в процесс создания комфортной городской среды. Но все эти проекты сегодня, они инициативные, и мы очень благодарны, что они поддержаны республикой у нас здесь. Но есть ли такая возможность рассмотреть уже системную работу, когда профильные вузы включены в нацпроекты? Можно ли такой механизм уже на основе, в том числе и нашего опыта, согласовать и с Министерством строительства Российской Федерации, и с Министерством науки, и высшего образования, чтобы мы не в ручном режиме сегодня это делали, а работали в рамках системы? Может быть, как раз рабочая группа тоже сможет рассмотреть этот вопрос? Да, хорошо. Надо посмотреть, куда это, что называется, упаковать, либо ближе туда, в национальный проект наукообразования, частично в проект «Жильё и городская среда». Посмотрим. У вас же всё получается. Я просто не очень даже понимаю, а что нужно дополнительно для того, чтобы эта работа продолжалась? Нужны какие-то дополнительные решения или что? У нас в Татарстане действительно получается. Мы в ручном режиме отложим взаимоотношения с заказчиком. Там много транспортных вопросов возникает, которые мы также в ручном режиме каждый раз всегда по-разному решаем. Есть моменты, когда, например, очень важен дух места. Даже дух этого места очень ценен при проектировании. И мы запрашиваем, например, документы из архивов. А сегодня это стоит денег, чтобы студенты получили. Но если студенты делают это во благо, то, возможно, и вот такие взаимоотношения с субъектами. Вопрос в расширении возможности привлечения молодых специалистов, что еще со студенческой исками называют. И, кроме того, еще важно, у нас есть сегодня запросы из Новосибирска, есть из Башкортостана, что им интересен этот опыт сегодня, потому что им интересен как ВУЗ, и это ведь целая система, это огромная интеллектуальная армия, чтобы они тоже были вовлечены. Хорошо, понял. Посмотрим. Спасибо. Альберт Гельмудинов, ректор технического университета. Здесь в Казани, известного со времен Советского Союза как КАИК, Казанский авиационный институт. Валерий Ильич, уважаемый наш президент. Наша молодежь реализует сейчас университетский, с нашей точки зрения, интересный и важный проект. Мы хотим создать жемчужину маленькую для нашего города, но и для страны в целом. У нас в университете есть сверхзвуковой Ту-144, пассажирский. Он 30 лет находился на нашей загородной базе, где обучали студентов. И вот с помощью авиационного завода мы его не так давно перевезли в центр города, полностью восстановили. И благодаря фонду президентских грантов мы восстановили кабину пилота, штурманское место. И сейчас дети могут имитировать достаточно реалистично взлет этого сверхзвукового самолета, посадку там, как он пробивает сверхзвуковой барьер. То есть идея в том, чтобы внутри этого самолета создать единственный в мире интерактивный музей техники. Он будет один внутри первого мира сверхзвукового Ту-144. Проект реализуется при очень тесной поддержке нашей республики. Благодарю Аршалу Маргалевичу огромное спасибо. Будет построено прилегающее к этому самолету здание. Но мы вот где-то год назад прошли все экспертизы, тогда еще в Едином министерстве образования и науки, все согласования, о том, что министерство поддержит нас на создании уникальных интерактивных экспонатов, расположенных внутри борта. Но, к сожалению, министерство разделилось, и эта вот идея как-то грохнулась, и мы бы очень просили каких-то ваших указаний профильным министерствам, чтобы вернуться к этому вопросу и этот вопрос закрыть. Идея в чем? У нас скоро будет в Казани WorldSkills мировой чемпионат, и мы бы очень хотели открыть этот музей к этой, знаменательной для нашей страны дню, потому что это, ну, как говорят эксперты, вершины инженерной мысли XX века, это явная демонстрация мощи технологической инженерной нашей страны. Поэтому очень просим от имени нашей многотысячной молодежи помочь нам в решении этого вопроса. Хорошо. Спасибо. Правда, не имеет отношения к теме нашей сегодняшней дискуссии. Я просил бы коллег вот концентрироваться на этом. Садитесь, пожалуйста. Если можно, коротко, дворы, конечно, критически важны для граждан, вопросов нет. Но, смотрите, у Казани есть тысячелетний Кремль, в Москве есть Красная площадь, но это все досталось нам от наших великих предков. Мы должны что-то тоже городу дать. Ту-144 тоже от предков. Да. Но музей, по крайней мере, вот это как пространство, это уже... Хорошо, я понял. Значит, согласен, согласен. В этом смысле... Пожалуйста. Сейчас, секундочку. В этом смысле мы в теме остаемся. Что хотел бы сказать. Идея хорошая. И, конечно, надо поддержать. Я вам обещаю, что я обязательно с коллегами переговорю, чтобы они вернулись и к этому проекту и помогли вам. Единственное, на что хотел бы обратить внимание, это правда, это очень хороший проект был 20 века. говорил о реальных достижениях Советского Союза. Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо вот об этом подумать. Сейчас мы в Казани реализовали блестящий проект. Фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил. Сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы. Вот просто здорово. Так почему не создать сверхзвуковой пассажирский самолет? Единственное, на что хотел бы обратить внимание, бывшего председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина как-то спросили, сколько стоит Ту-144. Он подумал и сказал, это знаю только я, но я никому не скажу. Я к чему это говорю? К тому, чтобы и реализация вашего проекта была в рамках здравого смысла. Но реализовать его, конечно, нужно. Я повторяю, я обязательно коллегам подскажу в Москве. Хорошо? Уважаемые коллеги, пожалуйста. Микрофон, да. Александр Тарьков, Союз общественных деятелей Республики Тарстан, руководитель проекта «Доступный дворовый спорт». Я не совсем разбираюсь в архитектуре и в создании пространств общественных, но хотел бы вот такое пожелание высказать, чтобы, может быть, какая-то рекомендация была принята Министерством строительства. Вот мы все помним, раньше во дворах мы играли в такие игры, квадрат, четыре угла, пинали мячик в стену, вышибалы играли. Не во всех дворах сейчас есть такие… Сейчас вышибалы тоже кое-где играют. Да, действительно. Просто там, где есть места во дворах, обычно их используют под парковку или создание какого-то там, может быть, корта теннисного или небольшой футбольной площадки. Если она не умещается, то такое пространство вообще исчезает. То есть стоят хорошие культурные там скамеечки для маленьких детей, горки, а вот небольшое пространство именно, где детям можно в шаговой доступности выйти, там мячик попинать между собой, даже вчетвером, вот таких пространств нет. Мы сейчас активно это проводим на тех самых хоккейных коробках, которые построили практически у каждой школы. Это очень помогает. Но если бы еще расшириться и во дворах вот такие пространства предусматривать, когда строят дома, было бы очень замечательно. Мы бы все эти игры вспомнили с помощью наших тренеров дворовых, которых тоже уже достаточно много сейчас. Вот такое пожелание. Вопрос очень важный. Он не мелкий. Это и есть городская среда обитания людей. Так что это важный вопрос. Имея в виду важность этой темы, мы несколько лет назад впервые выделили из федерального бюджета. Хотя это уровень региона и муниципалитета заботятся о решении этих вопросов и развивать эту среду. Но тем не менее мы для того, чтобы подтолкнуть, выделили впервые 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. И мы повторяем это. Будем дальше эту программу вести обязательно. Но я очень рассчитываю на то, что и Татарстан, Казань, но и в других регионах Российской Федерации также коллеги будут обращать внимание на эту проблему и постоянно вкладывать необходимые ресурсы для решения этой задачи. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот девушка в первом ряду. Куда, пожалуйста. Добрый день. Давлетшина Фируза, молодой архитектор, участница четырех форумов Таврида. И если вы помните, я вас встречала, сопровождала, рассказывала об этом форуме в Крыму. Я чувствую лицо знакомое. В 2017 году я выиграла грант на реализацию своего проекта, за что искренне хотел бы поблагодарить вас за поддержку молодых городских инициатив. И именно на Тавриде впервые зародился хакатон города и лучшие команды в прошлом году поехали в Великий Новгород реализовывать, создавать проекты, где молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты встретились и решали кейсы именно для территорий этого города. В этом году также было принято решение проводить хакатон города в городе Казани. И мы очень надеемся, что победивший проект будет реализован при поддержке мэрии Казани. И мы хотели с удовольствием пригласить вас на это мероприятие. И, конечно же, мы очень надеемся, что в этом году вы снова приедете на Тавриду, потому что в этом году он будет проходить в совершенно новом месте и длится не два месяца, как в прошлый раз, а уже с апреля по август. Точно. Садитесь, пожалуйста. Это действительно очень удачное оказалось мероприятие. И в этом году мы расширяем с апреля по август, не два месяца летних, а с 2020 года, по-моему, мы делаем это уже круглогодично. Мы, во всем случае, попытаемся организовать эту работу. Это востребовано очень. Больше, что на постоянной основе создадим там условия, чтобы на постоянной основе это реализовывалось. По-моему, под Судаком такой проект есть, так что будем работать. А вас поздравляю с этой работой и с результатом. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Михаил Билин. Я архитектор из Москвы. Еще в институте мы с моим партнером Даниилом Никишиным создали архитектурную студию «Горожане» или «Citizen Studio». Но особенный импульс нашему творчеству и нашей карьере придала победа в первой молодежной российской архитектурной биеннале в Казани в 2017 году. Темой биеннале была жилищная архитектура, как наиболее актуальный вызов в профессии в России сегодня. 12 финалистов по итогам биеннале получили заказы по всей России. Нам выпала честь представлять Россию на международной биеннале в Венеции в 2018 году. И также мы сделали три проекта для Татарстана. Один из них наиболее важен для нас, потому что это социальное жилье. А именно в этой сфере сегодня используются наиболее устаревшие и убогие архитектурные и проектные строительные решения и приемы. В общем, биеннале дала хороший такой импульс для молодых архитекторов, которые в нем участвовали, и нам в том числе. И сегодня в России строится очень большое количество жилья. Но, на мой взгляд, проблема в том, что зачастую место архитектора в этом процессе, как ни странно, вообще не находится. Это не архитектура без автора. Она проектируется строительной компанией, техническими институтами, используются устаревшие решения. Вообще неким безликим проектировщиком. И зачастую таким же безликим получается и продукт, и самое главное, что это дома, лишенные городской среды, некие человеческие такие шкафы или хранилища. Здесь можно без лишней патетики сказать, что родина для каждого начинается с его квартиры, лестничной клетки, подъезда, двора, улицы. И очень важно, чтобы все проекты всегда были уместны именно в том месте, в котором они создаются, проработаны и создавали городскую среду, живую среду для человека. И просьба или предложение рассмотреть на соответствующей комиссии Госсовета вопрос о том, что высокоархитектурное качество проекта и высокое качество среды для человека при обязательном сохранении исторической среды городов было обязательным условием для реализации объектов. И чтобы на смену просто проектировщику у нас приходили авторы проекта. Это очень скажется на то, о чем вы говорили, на жизни человека. И вторая просьба поддержать молодежную биеннале, помочь ей стать регулярной, потому что на своем опыте я могу сказать, что это очень хороший старт, и это очень интересная площадка для идей, для российской архитектуры. Спасибо. Что касается законодательного закрепления работы творческой, творческого начала в работе при строительстве кварталов жилых, то я, честно говоря, не очень понимаю, чего здесь не хватает. Но мы подумаем, если вы говорите, что это такая какая-то обезличенная уж больная работа. Возможно, какие-то стандарты городской среды, которые должны присутствовать в любом проекте, независимо от того, это социальное жилье или это… Да, да. Если вы специалист, вам виднее, если вы видите, что это не работает должным образом, то на это нужно обратить внимание. И сегодня об этом поговорим с Министерством строительства. Здесь Владимир Владимирович сидит тоже, он слышит это. Мы подумаем. А что касается биеннале молодых архитекторов, конечно, мы постараемся это продолжить, тем более, что результат хороший. Спасибо. Пожалуйста. Это мэр города Иннополис. Я уж тут пользуюсь тем, что я людей неплохо знаю. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Я хотел… Да, я мэр самого молодого города в России, города Иннополис. Сегодня город Иннополис вырос за неполные 4 года. С 12 человек до более чем 4200 жителей сейчас живет. Город стоит на трех основных китах. Первое. Это общественная, жилая инфраструктура, социальная инфраструктура. У нас самый большой в России проект арендного жилья. Полторы тысячи квартир, 22 дома. Предоставляются для специалистов, которые приезжают работать и учиться в наш город. Все необходимые условия для занятий спортом, медицинский центр, школа, детский садик. У нас на территории города из 4000 жителей почти 690 детей. За три года на территории города родилось 113 детей. Вторая важная составляющая – это первый в России IT-университет. Полностью IT-университет, где специальности связаны с кибербезопасностью, робототехникой, большими данными и так далее. Сейчас там обучаются 602 студента, и география их практически весь мир. Есть и Северная Америка, и Европа, и Индия, Китай, Африка. Приезжают, получают образование, и по условиям гранта они на территории города еще год отрабатывают в компании-резиденте. То есть таким образом формируют кадровый потенциал города. И третья составляющая – это особоэкономическая зона, техника внедренческого типа, одноименная ОС Иннополис. На сегодняшний день в ней работают открыто 86 компаний. Было создано более 2000 рабочих мест. Средняя заработная плата – 65 тысяч рублей у нас. Это вообще, в принципе, всего по городу. Если же взять только высокотехнологичные рабочие места, то и выше. Скажем так, за три года результат неплохой, но он мог бы быть выше. Сейчас руководством страны принимаются необходимые меры поддержки по развитию IT-отрасли. Но если посмотрим на особую экономическую зону Иннополис, то в 2017 году у нас были льготные ставки по страховым взносам 14%, в 2018 – это был 2021, в этом году – 28, а на следующий год мы переходим уже на общий российский режим, скажем так. При этом одновременно… На высокотехнологичном компании мы льготу сохраняем. Да. Это нужно попасть в реестр. Но при этом одновременно, если мы посмотрим, например, на инновационный центр Сколково, там 14%. Если мы посмотрим на Калининградскую особую экономическую зону, там 76%. И когда к нам приходят компании, они говорят, ну вы, конечно, ребята, молодцы, спору нет, но все-таки 76% – это и есть 76%. Поэтому, Владимир Владимирович, у меня к вам предложение, просьба рассмотреть возможность установить нам льготную ставку по страховым взносам на 5 лет в размере 7,6%, таким образом инвестировав в развитие отрасли. И я уверен, что с Торицей это окупится через 5 лет в виде специалистов, необходимых для реализации национальной программы цифровой экономики, и в виде IT-компаний единорогов. Спасибо большое. Ну, во-первых, хочу вас поздравить с результатами. Садитесь, пожалуйста. Результаты хорошие, действительно, Иннополис работает исправно и эффективно. Я думаю, что вот эти сохранения льгот по отдельным регионам как раз связаны с, я так думаю, я, честно говоря, даже немножко упустил, что по разным регионам это разная ставка, но наверняка связано это с желанием правительства обеспечить территориальное развитие страны в целом. Понимаете, у вас это идёт, развивается, есть желание поддержать в других регионах страны, вот только с этим. А в то же время, я об этом уже сказал, вы это знаете, я ещё раз хочу повторить, но для высокотехнологичных компаний, мы всё-таки для них, для самих компаний, льгота сохранена. Поэтому я услышал то, что вы сказали, мы подумаем, хорошо? Спасибо большое. Спасибо вам. Коллеги, давайте для справедливости в ЦЕРН переместимся. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Гимна Тудинов Айрат, я член общественной палаты Республики Татарстан. Как известно, в деле решения задач благоустройства большую роль призвана играть общественный контроль. И здесь очень важно применение правильных эффективных механизмов реализации этого общественного контроля, которых не очень много. И сегодня хотелось бы поделиться опытом, региональным опытом применения такого, можно сказать, уникального инструмента общественного контроля, который есть у нас в Республике. Он называется государственная информационная система народной контроль. Суть ее в том, что каждый житель может подать заявку на портал Госуслуг Республики, указав свою проблему, место ее нахождения и предоставив фотодоказательство, фотографии. По правилам портала в течение 10 дней уполномоченный госорган должен отреагировать на заявку, написать либо то, что он берет ее в работу, либо дать мотивированный отказ. И вот этот мониторинг ведет уполномоченный по правам человека, как эта система работает. Эта система работает с 2012 года, и за этот период уже поступило более чем 190 тысяч заявок. И что радует, 87% этих заявок удовлетворены, проблемы решены. 6% находятся в стадии решения, потому что есть там сезонные вопросы и так далее. 6% запланировано, 1% находится в стадии решения, и по 6% вынесен мотивированный отказ, потому что есть для этого объективные причины. При этом более трети вопросов связаны именно с благоустройством. И люди используют эту программу, пишут заявку и решают свои задачи, проблемы. Заливаются катки, восстанавливаются детские площадки, приводятся в порядок территории дворовые. И что интересно, год от года популярность этой системы растет. Где-то ежегодно на 20-25% становится больше пользователей. И на наш взгляд это говорит о том, что растет доверие к этой системе, доверие к людям, к органам госвласти, которые за ней стоят. И понимание того, что существует реальный механизм решения проблем, и он работает. И здесь еще есть один плюс. Этот механизм позволяет оценивать эффективность работы органов госвласти, потому что там заложены соответствующие критерии, которые отслеживаются. Это как бы получается KPI оценки эффективности исполнительных органов власти. И вот учитывая такую широкую ее полезность и то, что она за многие годы себя хорошо рекомендовала, возможно, стоит рассмотреть ее, распространить ее на другие регионы. Может быть, включить ее в соответствующий национальный проект. Спасибо. Очень важно. Информационное сопровождение – чрезвычайно важный вопрос. Обратные связи с людьми и корректировки практик, которые внедряются при решении задач национального проекта жилье. Рустам знает наверняка, да? Рустам Нургальевич. Рустам Нургальевич, не отвлекайся. Не слушает нас. Практика хорошая. Народный контроль. Передай, пожалуйста, ладно? Не-не, не нужно. Не будем ставить руководителя республики в сложных положениях. Он не слышал, о чем я говорю. Значит, возьми, пожалуйста, ладно у них? Ну, понятно, это наш проект. Да-да-да. Мы его поддерживаем. По итогам, результатам работает блокно-контроль. Мы здесь программу формируем. Передай, пожалуйста, коллегам, чтобы мы могли это обобщить и тиражировать. Это хорошее предложение. Спасибо большое. Можно я по руку вожу, да? Сделаем более демократичную нашу встречу. Ну, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович, Сергей Анатольевич. Для меня в свое время знаковой стала встреча с вами. В 2003 году я стал финалистом конкурса «Мой дом, мой город, моя страна» и в Ново-Огарево. Мы 21 человек, студенты тогда встречались с вами. И тогда я сказал, будучи человеком амбициозным, что я очень люблю свой небольшой провинциальный город, Елабугу, город Шишкино, Цветаево, Надежда Дуры, Владимира Бехтерева. Сказал, что я там останусь. Видите, такой небольшой город, да? Да. Всего так много с ним связано для России. Мы очень яркий исторический город, историческое поселение. И я свое обещание выполнил, я до сих пор там, но вот теперь я наболевшим. Спасибо Рустаму Наргалеевичу, Наталье Львовне за то, что мы имеем возможность и сохранять историческое наследие в городах, и в то же самое время создавать там комфортную современную городскую среду. Спасибо вам за поддержку исторических поселений и за последнее решение в Коломне. Мы стали в том числе финалистами. Но вот говоря о 120 миллионах квадратных метров в год, мы в первую очередь, наверное, на 100% предполагаем, что это новое строительство, это экстенсивное развитие городов. Но все-таки, являясь жителем небольшого города, в котором очень удачно сочетаются и особая экономическая зона, и историческая часть, где 184 объекта культурного наследия, и новая часть, современная, есть предложение, может быть, в какой-то части оно хотя бы будет вам интересно, может быть, рассмотреть возможность, загрузить, нагрузить задачи те строительные компании, которые берутся за активную застройку новых площадей. Это даже не социальная нагрузка, но это наша загрузка исторической памяти, чтобы они брали на себя еще и задачу восстановления объектов культурного наследия, которые, несмотря на свой солидный возраст, Елабуде это 170-160 лет, которые вполне еще могут использоваться, и, извините, не хуже многих хрущевок, где тоже можно создавать и арендное жилье, и просто какие-то жилые помещения, для того, чтобы люди оставались в том числе в исторической части, чтобы это не был, вот у нас это музей под открытым небом, но чтобы это был музей, в котором живут люди. И то же самое, мне кажется, могут о себе сказать и представители ассоциаций малых туристических городов, и все малоисторические города России. Спасибо. Вам спасибо за то, что вы делаете. По поводу дополнительной нагрузки на бизнес. Они, вот здесь представители бизнеса, наверное, присутствуют. Они пока щадят меня своими вопросами, потому что вопросов очень много, острых вопросов. Это связано с нагрузкой на бизнес, с переходом с июля этого года на новую систему финансирования. Один из вопросов – это социальная среда, социальные объекты. Вот в соответствии с новыми правилами нельзя туда привлекать больше деньги граждан. И это большая нагрузка, непонятно до сих пор, не совсем ясно, как эффективно это нужно организовать. И там много других вопросов, связанных с нагрузкой на бизнес. Вот эта задача – 120 миллионов квадратных метров – она очень сложна. Она вообще сложна. Это большой рывок. А в условиях, когда мы переходим на новую систему финансирования этой отрасли, она становится вдвойне, втройне более сложной. Поэтому дополнительная нагрузка здесь вряд ли будет уместна. Но вы знаете, у нас же есть программа поддержки исторических городов, и мы будем её продолжать. Скорее всего, здесь нужно просто нам будет её расширить. Надо будет сделать всё для того, чтобы средства увеличивались и работали они эффективнее. Ну и, конечно, обязательно нужно привлекать возможности регионов. Мы не бросим эту тему. То, что вы обратили на это внимание, это очень важно. И большое вам спасибо. Спасибо. Да. Вот там, в конце, вон там, в конце. Сейчас мы перейдём опять в центр. Хорошо? Добрый день. Кузнецов Артём, Деловая Россия, общероссийский народный фронт, многодетные семьи в Республике Татарстан. Уважаемый Владимир Владимирович, как Вы относитесь к идее реанимирования программы организации жилищно-строительных кооперативов как одной из помощь малообеспеченным многодетным семьям? По аналогии с той вот программой, которая была в фонде РЖС, когда вот Броверман там её возглавлял, там что-то было похожее, да? Ну, я знаю. Ну, вот я считаю, что данная программа очень поможет этим семьям, у кого нет средств, которые не могут даже социальную ипотеку себе позволить. Я знаю, что сейчас организации по России всего 15-20 удалось этих ЖСК организовать, и на этом дело вроде как заглохло. Да, это хорошая идея. Мы это обсуждали как вариант, один из вариантов поддержки стройки, он вполне реализуем. Подумаем ещё дополнительно. То есть мы можем с инициативы выйти, то есть федеральная власть, чтобы у нас поддержали с этой идеей? Да, давай, продумать детали, но в принципе, почему нет, конечно. Спасибо. Да, вот о рядышком там передайте, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Олег Заря, руководитель всероссийского проекта «Городские реновации». Наш проект направлен на увлечение молодёжи как профессионалов, это архитекторы, урбанисты, градостроители, так и добровольцев. То есть это любые небезразличные молодые ребята, да и люди серебряного возраста и так далее. И я прошу, извиняюсь за ремарку, вот девушка сегодня говорила про отсутствие некой такой системы, взаимодействия с университетами для того, чтобы студенты непосредственно могли участвовать. Мне кажется, мы при поддержке Минстроя России и Росмолодёжи такую систему создали. Мы просто в регионе, когда начинаем работать, подписываем соглашение между Комитетом по делам молодёжи, Минстроем региональным и ВУЗом базовым и начинаем работу. Каждый даёт своё, как бы так сказать, и студенты начинают работу, какие-то ВУЗы даже включают это в свою образовательную программу. Вот городские реновации, таким образом, сейчас в 43 субъектах мы работаем непосредственно и как раз занимаемся двумя направлениями. Архитектурные направления, это дизайн-проекты делаем для малых городов, для муниципалитетов, вовлекаем население, арт-объекты делаем. И тут наша гордость, как раз сегодня вспоминали, это конкурс «Малогорадоисторические поселения». Наши студенческие организации из Воронежской области, из Ставрополя выиграли для своих вот этих вот малюсеньких городов 200 миллионов рублей в совокупе непосредственно. Вот это роль добровольческого движения, небольшая пока. Второе направление – это событийное, то есть мы стараемся возродить добрососедство непосредственно среди наших граждан. Когда вот идёт благоустройство дворовых территорий, обязательно подтягиваем население, чтобы они выходили, как-то заботились друг о друге и так далее. То есть это вот что касается программы формирования комфортной городской среды, и это можно сказать, мы только в 2018 году начали. Но ведь сейчас же запускается проект «Жильё и комфортная среда», и там очень много направлений. И вот, например, одно из наших предложений, я вот хотел как раз уточнить, может быть, вашу позицию. Вот сейчас набирает силу программа по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Кому, как немолодым ребятам, молодым айтишникам, разработчикам, проектировщикам, инженерам, чтобы они активно участвовали, соответственно, в работе муниципальных образований по цифровизации, по повышению эффективности, производительности труда в том числе. И мы знаем, что если сейчас молодёжь, соответственно, этим займётся, мы решим три проблемы. Для муниципалитетов в условиях их таких напряжённой бюджетной, соответственно, действительности они получают интересные эффективные решения, а молодёжь – самореализацию, а наша страна получает возможность для того, чтобы сохранить и предложить кадрам, а эти кадры нашей будущей цифровой экономики, то есть это самое ценное, наверное, что есть на международном рынке труда, сохранить эти уберечься кадры. Соответственно, технологии, они тоже известны, это профессиональные конкурсы, чтобы муниципальное образование проводили, молодёжные лаборатории. Предлагаем такую историю сделать по всей стране. А второе предложение, Владимир Владимирович, повестка очень широка добровольческого движения вокруг развития городского хозяйства, городской среды. Я только два назвал, я уверен, что здесь ещё больше. У меня есть предложение в рамках рабочей группы Госсовета. Отдельным блоком, может быть, посмотреть возможность развития добровольческого движения в сфере формирования комфортной городской среды, цифровизации, жилья того же и иные-инные вопросы городского развития. Спасибо. Ну вот смотрите, сейчас мы переходим на цифру с аналога в телевидении, и волонтёры очень активно работают. Вот таких вот сверхдеятельностей, садитесь, пожалуйста, таких сверхдеятельностей очень много для привлечения волонтёров. Просто нужно об этом подумать и использовать людей, которые горят желанием помочь ближнему своему для решения задач, которые стоят перед нами в этой сфере. Что касается первой части, то, конечно, в этом у нас проекте «Жильё и среда городская» кругом вопросы, которые можно эффективнее и нужно эффективнее решать с помощью этих технологий. Это и водоснабжение, водоотведение, это теплоэнергоснабжение, организация работы транспорта городского. Куда пальцем не ткнёшь, везде возможно применение этих IT-технологий. Но это всё-таки в значительной степени зависит от того, кто организует эту работу, от муниципалитетов и регионов. Мы, естественно, с федеральным уровнем будем это продвигать. Само собой разумеется. Пожалуйста. Представитель застройщиков, вот то, что вы сказали, Владимир Владимирович. Андрей Молчанов, возглавляя группу ЛСР, компания «Мы строим в Санкт-Петербурге, в Москве и в Екатеринбурге». Ну вот вы сказали, что мы переходим на новые цивилизованные рельсы, мы, строители, как бы смазываем колёса, готовы к этому, с 1 июля поедем по новым правилам. И, в принципе, более-менее всё нормально, с банками работаем, уже 62 уполномоченных банка, которые готовы финансировать проектное финансирование, 30 из них активно готовы участвовать, и мы с ними сотрудничаем. Тем не менее, есть, конечно, вопросы, которые хотелось бы задать, даже вопросы, пожелания обсудить, потому что они многих волнуют сегодня застройщиков. Вот вы отметили в своём уже выступлении до этого, что переход на искровые счета не позволит нам больше тратить деньги дольщиков на создание объектов социальной инфраструктуры, там, садики, школы, поликлиники и тому подобное. Соответственно, мы готовы найти деньги на эти объекты и строить за свой счёт, но хотим просить власти тоже идти нам навстречу, с тем, чтобы они вовремя брали эти объекты себе на баланс, чтобы они рассматривали выкуп этих объектов в течение 3-5 лет, предположим. Мы понимаем, что, может быть, сразу это невозможно, но если они не могут выкупить сразу, чтобы они давали хотя бы деньги на содержание и эксплуатацию данных объектов, тогда хотя бы будет как-то, мне кажется, более справедливо. Второй момент, который хотелось бы отметить, это то, что сегодня, безусловно, региональные застройщики принимают активное участие в решении проблем обманутых дольщиков. Даже когда деньги для этого из региональных бюджетов не предусмотрены, получается так, что, вы же понимаете, мы все равно все зависим от региональных властей, то есть решение на строительство мы получаем от органов местных властей. И все это, конечно, создает дополнительную нагрузку на бизнес. Мне кажется, что необходимо привлекать девелоперов для решения проблем обманутых дольщиков только при наличии соответствующего финансирования со стороны органов местных властей. Потому что в противном случае, когда они начинают вкладывать зачастую не свои деньги, а деньги с тех объектов, которые они должны построить, в итоге получается то, что мы иногда сегодня видим – дополнительные обманутые дольщики. И третий момент, буквально еще кратко, такое пожелание, мне кажется, предложение. Сегодня у многих застройщиков уже есть разрешительная документация. И если есть необходимость создать новую компанию именно для, скажем, проектного финансирования, то необходимо сегодня получать все документы заново. Мне кажется, нужно разрешить уведомительный порядок изменения разрешительной документации в случае, когда застройщик меняет себя на новое свое проектное общество, созданное им. Спасибо. 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 Вопрос. Вопрос. Поэтому вопрос не в количестве банков, а вопрос в эффективности их работы и в том, чтобы создать условия для их активной деятельности в этой сфере. Вот это самое главное. Вопрос. Ну а и в завершении полностью с вами согласен. Вот в третьей части вашего вопроса. Если проблема заключается… Если является чисто формальной, застройщик фактически не поменялся, изменилось только его юридическое лицо, а фактически все осталось, как и было, то, конечно, нельзя засылать людей по второму-третьему кругу административных процедур, что, безусловно, только сдерживает развитие отрасли и не позволит нам решать задачи, которые перед нами стоят. И в таком случае нужно отработать автоматический механизм наделения правами. Спасибо большое. И сегодня будем об этом тоже говорить. Попрошу иметь в виду и коллег здесь из правительства тоже. Владимир Владимирович, работаем час 10. У вас дальше встречи, еще немного. Ну, я когда готовился к встрече, беседовал с людьми, обратил внимание на то, что здесь люди к категории обманущих дочек относятся, они присутствуют в зале. Если позволите, я чуть скорректирую. У нас есть обманущих дочек, пожалуйста. Добрый день. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Зарипов Егизар, спортивная школа «Динамо». Я вот обманутый дочек. На данный момент мы, кажется, дорожную карту уже сделали в республике. Есть фонд поддержки дочек. Есть деньги, землю реализуют и закладывают туда. Но у меня еще одна только есть просьба. Если вы можете, помогите нам из федерального бюджета, потому что не хватает денег на самом деле. Если есть возможность, мы закончим это дело. Я как бывший хоккеист говорю вам, помогите хоккеисту хоккеисту. Я вам всегда шайбу отдам. И вы забьете свой хороший голод. Хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой. Потом, может быть, я попозже перейду в профессиональную хоккейную левуку, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы. Но мы помогаем с федерального уровня. Мы в рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанных с вопросом обманутых дольщиков. И будем продолжать эту работу дальше. Даже сомнений быть не может. А, кстати говоря, переход на новую систему финансирования отрасли, он связан как раз именно с тем, чтобы прекратить безобразие, связанное с появлением обманутых дольщиков. Ведь откуда берутся обманутые дольщики? Несостоятельные компании наделяются правами застройщика, собирают деньги с людей, а потом просто не реализуют то, ради чего они создавались и для чего они деньги собирали. Ведь что получается? Понимаете, почему мы вынуждены и должны сделать это? И сделаем обязательно. Я знаю, что проблем там много, связанных с этим переходом. строят, и строим много, 80 миллионов, 85 миллионов квадратных метров. И цены вроде бы более или менее приемлемые. Во всяком случае, ипотека растёт у нас из года в год. Но что получается? Получается, что деньги собрали, обеспечили объём. И стоимость определённую, ну, приемлемую для рынка, показали. Но за счёт чего получается? Получается, что частично за счёт таких людей, как вы. Вам вообще ничего не досталось. Зато сохранили общую ценовую политику на рынке. И плюс сами заработали, как следует. А часть людей вообще осталась за бортом. И потом всё это к чему приводит? Либо людей вообще выбрасывают, лишая их накопления, вложенных в будущее жильё. Либо государство должно включаться. Всё равно государство тратит в конечном итоге. Поэтому лучше уж потратить сейчас и перейти на цивилизованную банковскую систему расчётов и банковскую систему гарантий. Да, это может привести к определённым сдвигам на рынке. Но если мы этого не сделаем, цивилизованной работы никогда не будет. И всегда будут появляться такие люди, как вы. А нужно просто, в принципе, искоренить такую возможность. Вот мы сегодня об этом с коллегами поговорим. Да, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофон. Добрый день, уважаемый президент. Меня зовут Нигматульна Катрия Альдарина. Я школьный учитель. У меня такая просьба, вернее вопрос, как вы относитесь к тому, что рядом с одной из казанских школ, рядом со спортивными комплексами, жилыми домами, находится республиканская площадка ГАИ. Буквально через дорогу от школы. Республиканская площадка? Республиканская площадка ГАИ. ГАИ. Экзаменационная. И с утра до вечера машины с буквой У курсируют мимо жилых домов, мимо бассейна, мимо спорткомплекса, мимо школы. Вот как вы к этой ситуации относитесь? Какого ответа вы от меня ожидаете? Конечно, отрицательно. Что здесь хорошего? Но я так понимаю, что это сложилось исторически, наверное. Даже не вчера появилась эта площадка. Там что, просто площадка учебная? Там был сквер. Потом на месте сквера построили спортивный комплекс «Бустан» и плавательный бассейн. А оставшийся участок земли заасфальтировали и отдали ее под экзаменационную площадку ГАИ. Ну, наверное, не самое лучшее соседство, конечно. Могли бы, наверное, найти и в другом месте. Если есть возможность, пожалуйста, посодействуйте. Тут хоккеист сказал, как хоккеист хоккеисту, а я как пловец пловцу. Да. Хорошо. И второй вопрос. Можно, да? Сейчас, секундочку. Рустам Нургалеевич, он крепкий руководитель. И в числе субъектов федерации с хорошими показателями развития Татарстан одно из первых мест занимает. Поэтому такой мелкий вопрос, я думаю, и он, и мэр Казани решить смогут. Спасибо. И второй вопрос. Очень, как скажем, интенсивно идет жилищное строительство в городе Казани. Да, я это приветствую. Люди получают жилье, улучшают свои жилищные условия. Это здорово. И одновременно в новых жилых и микрорайонах строятся новые школы. Это здорово, это отлично, это хорошо. Но при этом не хотелось бы забывать и про те микрорайоны, где очень густая жилищная застройка. И свободных земельных участков мало. Я знаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге есть такой опыт, если я не права, вы меня поправьте, пожалуйста, что разрешили строить не двухэтажные школы, а многоэтажные в связи с тем, что не хватает земельных участков. Можно ли этот опыт распространить и на город Казань, и другие регионы в связи с нехваткой земельных участков? Это главный архитектор должен решать Казани. Главный архитектор Казани – это его компетенция – определять, какой этажности, где и чего строить. Но я думаю, что при решении таких вопросов люди должны исходить из реальной ситуации, которая складывается в микрорайоне. И то, что вы предлагаете, мне кажется, вполне реализуемо. Это же не историческая часть города Санкт-Петербурга, где ещё в 60-е и 70-е годы было запрещено возводить новые здания. Естественно, и было правильно сделано ещё в советское время. Поэтому мы сохранили историческую часть Петербурга, центр. Ну а здесь-то новые застройки, что там… Я понимаю, всё равно линия Skyline, она должна быть выверена, наверное. Ну не наверное, а точно совершенно. Но исходя из здравого смысла и потребности людей, думаю, что главный архитектор и мэр примут соответствующее решение. Потребность очень большая. Мы учимся в две смены. Это проблема не только для нашего города. И когда исчезают такие кабинеты, как ИЗО, музыки, технологии, истории, и отдают кабинет ученикам начальной школы. Ну я считаю, что кабинет истории в школах должен быть. Да, согласен. Что вы скажете? Мэр-то здесь, по-моему, я видел его. А как вы считаете, можно это сделать? Наверное, 114-я школа, да? Так точно. Учитель истории и общества знаний в высшей категории. Владимир Владимирович, это исторический наш густонаселённый район. Вокруг промзона замечательный коллектив и замечательные педагоги. Строить будете или нет? Будем, Владимир Владимирович. И там в две смены люди собрались из-за исторически влюблённого в коллектив педагогов. Соседняя школа, 48-я, буквально рядом. Есть опыт, который мы сейчас объединяем школой. И за счёт этого начальные классы мы разгрузим, и они будут учиться в одну смену. Что касается пристроя. Там 8 тысяч квадратных метров. И мы сейчас смотрим, какой проект применить, чтобы влез по нормативам, по всем СанПинам и так далее. Это именно то, о чём я и говорил. Вместе с главным архитектором вы должны это применить. Будем выполнять. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Ну ладно, вы следующий. Девушки, можно. Да, согласна. Меня зовут Лилия Тайшева. Я директор некоммерческой организации «Новый век» член общественной палаты. Вы знаете, я хотела вот такое некое беспокойство донести до вас. Сейчас ипотека, она очень востребована обществом на сегодняшний день. Но буквально месяц назад ставки по ипотеке выросли в коммерческих банках. Сегодня достигает минимальная ставка 10%. И есть публикация о том, что это не предел. Соответственно, мы переживаем то, что вот эта ставка по нацпроекту 8%, ипотечная, она не будет достигнута, этот показатель. И, может быть, стоит рассмотреть вот такую возможность, чтобы перейти на дифференцированные ипотечные ставки в зависимости от категории населения. То есть можно было бы применить льготные ставки, например, в 6-7% для учителей, для врачей, для людей предпенсионного возраста, для рабочих и градообразующих предприятий. И, так как я директор некоммерческой организации, я здесь не могу не сказать о некоммерческих структурах, о том, что в этих структурах сегодня работают самые социально активные, самые продвинутые в части служения обществу люди. И они тоже, я надеюсь, будут иметь возможность получать такие льготные ипотечные кредиты. Безусловно, я здесь говорю о некоммерческих организациях, у которых статус и опыт их подтвержден, которые входят в реестр исполнителей общественно полезных услуг, такой федеральный реестр, который тоже был создан по вашему поручению. И прошу вас дать поручение проработать этот вопрос для его реализации. Кроме того, я хотела бы сказать о том, что мы все живем в реальной жизни. Ипотека – это достаточно долгосрочный проект, он 15-20 лет, это половина нашей трудовой жизни проходит. И в этой реальной жизни действительно встречаются различные реальные события. Там может быть и потеря работы, и смерть близкого человека, и инвалидность, и что-то подобное. И вот в этой ситуации может быть трагическое стечение обстоятельств, когда банк забирает квартиру, потому что человек не может платить. В этой связи хотела бы сказать о том, что в республике у нас по социальной ипотеке есть опыт, когда люди могут получить отсрочку платежа, так называемые ипотечные каникулы. Можно было бы рассмотреть вопрос распространения этого опыта на всю Россию. Прежде всего, по ипотеке – очень важный вопрос, очень чувствительный и один из основных инструментов поддержания строительной отрасли. Несмотря на все сложности, в том числе те, о которых Вы упомянули, объем ипотечного кредитования растет. Объемы выданных кредитов увеличиваются. Вместе с тем, конечно, на два процентных пункта ипотека в последнее время подросла. Если Вы помните, несколько лет назад она выросла вообще до 17%. И мы приняли решение тогда субсидировать процентную ставку для того, чтобы снизить ее как минимум до 12%. Сейчас в прошлом году в начале где-то была около 10% средняя, средняя взвешенная. Сейчас она где-то в районе 11% колеблется. Ну, примерно, средняя такая ставка. Связано это с рядом решений. Я не буду сейчас вдаваться в детали, растекаться мыслью подрева, но это ожидаемая ситуация. Ведь правительство для того, чтобы получить источники для реализации тех самых национальных проектов, о которых мы говорим, одним из важнейших, которые являются стройка, жилье, городская среда, правительство приняло ряд решений, в том числе и повысило НДС. Совершенно очевидно, что повышение ставки НДС влияет на инфляцию. Для того, чтобы сдерживать инфляцию, Центральный банк повышает ключевую ставку. Это не может не отразиться и на ставке ипотечных кредитов. Это прогнозируемая ситуация. Правительство исходило из того, и я в целом склонен думать, что так оно и будет, что это будет разовое явление и краткосрочное. И в дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться, в том числе и макроэкономические показатели. Мы понимаем, что поднятие ключевой ставки и ставок не только по ипотеке, но вообще ставок финансирования и кредитования коммерческими банками отразится известным образом на экономике. Это всё понятно. Повторяю ещё раз, исходили из того, что это будет разовое явление и краткосрочное. И пока нет оснований полагать, что будет что-то иначе. Другие публикации, публикации всякие, измышления и представления о том, что и как должно развиваться, они, конечно, все имеют право на существование. Но я вам изложил сейчас официальную точку зрения правительства Российской Федерации. Повторяю ещё раз, у меня основания полагать, что будет как-то иначе. Что касается позиции банков, то она тоже естественная, центральный банк должен за этим внимательно смотреть. Но надеюсь, что такие алармистские сигналы из банков не исходят. Они должны понимать, что происходит в экономике страны и в финансовой сфере. Что касается вашего предложения о льготных ставках, то они, в принципе, применяются. Вопрос только, может быть, в том, чтобы расширять количество тех людей, которые получают эти льготные ставки. Есть прекрасный опыт с семьями, которые 6% ставка. Да-да-да, молодые семьи в регионах очень по-разному поддерживаются, но тоже имеют ставку где-то 6% с небольшим процентом. И теперь по поводу кредитов, то есть каникул. Такая практика применялась. Ключевой нашей организацией, Дом РФ, её можно возобновить. Я с этим согласен. Это, в принципе, вполне реализуемая вещь, тем более, что она уже в практике имелась. Ну и, наконец, по поводу различных сложных жизненных ситуаций, в которых может оказаться человек. И в этой связи возникает вопрос, как справляться с этими ипотечными кредитами. Но вот сейчас для того, чтобы получить ипотечный кредит, уже сейчас нужно иметь страховку о здоровье и страховку по жизни. И она просто должна эффективно работать. И здесь нужно внимательно следить за тем, как работают страховые организации. Конечно, эти инструменты поддержки людей, их нужно продумать и, может быть, предложить дополнительные инструменты поддержки. Но в целом они создаются. Спасибо. Пожалуйста. Как говорится, бог троицы любят. Три разумные меня указывали. Ярослав Мураёв, один из создателей креативной резиденции штаба. Бог троицы любят. Да. Содин из создателей резиденции креативных индустрий штаба. На самом деле мы видим, что действительно города развиваются. Мы, например, в Казани видим, что жизнь комфортнее и даже, скажем так, и зарплата уже комфортная. Но для определенной части молодых активных людей очень важна среда, связанная с современной культурой, с современной тусовкой. И чем меньше город, тем острее эта проблема стоит. И начинают смотреть уже на Москву, на Питер. И на самом деле достаточно высокомобильная часть населения, она уезжает за этим. Хотя и зарплаты, и население... Ну и с Казани уезжать вообще. Сейчас я расскажу дальше. Как Казани прекрасно развивается. Год четыре назад мы заметили, что вот как раз для формирования этой тусовки и вот этой креативных индустрий... Я помню, извините, я помню, приезжал сюда, когда мы начали заниматься расселением трущоб в Казани. И заходили в один из этих домов, в землянка практически. Какая огромная работа проведена Казани и Татарстаном за предыдущие годы. Это один из самых динамично развивающихся городов страны. Мы очень любим... На самом деле, как Север Митин Першаривович, первый президент, сказал, раньше куска хлеба нет, а теперь мы все сыты, и можно подумать о чем-то следующем. И вот как раз сейчас, когда мы задумывались о том, что необходимо на территории развивать креативные индустрии, мы как подумывались? Давайте соберем в одном месте лидеров индустрий. Это электронные СМИ, дизайнеры, фотографы. И создали мы такой архитект резиденции креативных индустрий. И договорившись с ними, мы создали комфортные очень условия аренды, но договорились о том, что на этом месте они максимально вкладывают усилия и ресурсы и себя в развитие индустрии мероприятий в этом штабе. И мы видим, когда мы только начинали, аудитории было недостаточно. Сейчас ее с избытком. На самом деле все очень хорошо, и мы немножко ленимся дальше развиваться, но это наша проблема. К чему я это рассказываю? Мы много общаемся с другими регионами, и уже наш опыт берут. Но чем меньше город, Казань классный большой город, и у нас получается. Но чем меньше город, там население 50-60 тысяч, очень сложно. Но в каждом городе все равно там есть фотограф, какой-то дизайнер интерьеров. И на самом деле достаточно много свободных муниципальных площадей. Если мы это собираем как бы в коммерческом плане, то на муниципальной площади, если они даже создадут такое пространство, то остается проблема, что те деньги, которые они раньше направляли на аренду, сейчас бы их можно было направить на развитие индустрии. Но когда муниципальные площади предоставляются, на самом деле очень проблемно собирать под них деньги, ну даже с арендаторов, а потом направлять на что-то в индустрии. Поэтому, наверное, неплохо было бы рассмотреть какие-то упрощения этих процедур, когда вот под такие центры, муниципальные площади, особенно в маленьких городах, где больше всего проблемы вообще и точек притяжения молодежи нету. Поэтому вот было бы здорово, если бы посмотрели вот такие небольшие площадки в малых городах, но и в больших городах, и чтобы было бы условие... Речь идет о поддержке таких проектов, да? На самом деле они сами по себе растут, потому что сейчас эти люди трачут деньги на... Ну если сами по себе растут, в чем дело. У нас. А в малых городах нужно создать условия, при которых муниципальные площадки мы позволяли бы собирать с арендаторов деньги и направлять их на развитие собственных, на развитие этих индустрий, которые там находятся. Правильно. Я согласен. Надо только это организовать как следует. А в целом вы правы. Безусловно, это такой целевой источник получился бы. Да, и мы готовы этим кейсом делиться, мы на самом деле гордимся очень хорошо. Вы правы. Вы правы. Нет, даже без комментариев. Вы правы. Давайте сюда перекочуем. Прошу вас. Лили Мухамедзянов, педагог-психолог, также являюсь в штабе УНФ. Я всю жизнь прожила в своем городе, сейчас живу тоже в доме, всю жизнь прожила. Так скажем, историю хрущевок. То есть я живу в хрущевке. Меня первый интересует вопрос будущих наших домов, это хрущевых домов. И мне также интересует вопрос сохранности. Это парков и скверов, охранная сохранность против вандализма. Это сохранение окраин города, то есть рабочих, так скажем, районов, где живут те же самые люди. То есть прекрасный город, я люблю свой город. Мне бы хотелось, что сейчас создано, сохранить. Как бы этот вопрос решался, и чтобы вы нас поддержали все-таки из федерального бюджета, именно те окраины городов. То есть центр города у нас охвачен, созданы парки, скверы, а вот окраины, рабочие поселки, они, как правило, у нас как бы не вошли в федеральную программу. Хотелось бы, чтобы создалась такая федеральная программа для поддержки именно окраин города. Вы знаете, федеральная программа не определяет конкретные районы. Федеральная программа может выделять и выделяет ресурсы конкретным субъектам федерации. А сами субъекты федерации и муниципалитеты определяют приоритеты своего развития. Что касается хрущевок, на которых вы сказали, что касается окраин городов, эта проблема, она ведь актуальна не только для Казани и для других регионов. Здесь очень важна другая составляющая – своевременные ремонты и создание благоприятных условий для жизни, создание вот этой среды вне зависимости от того, где находится конкретный район, в центре либо на окраине города. И там нужны и общественные пространства, и там нужны нормальные школы, современные детские сады. Но это зависит от политики, которую проводит сам муниципалитет – город. Ведь федерация не выделяет деньги на конкретный микрорайон, она выделяет только субъекту. Субъект дальше транслирует в города, а города определяют, как их размещать, эти деньги. И сами должны выделять эти средства. Вот мы выдали, ну условно, вот сейчас я отвечал на один из вопросов, 5 миллиардов выдали на развитие внутридворовых пространств. Но мы же не конкретно двору даём, мы даём городу, а город сам смотрит, куда эти деньги стратить. Но поскольку вы обратили на это внимание, я тоже буду иметь это в виду, вы правы абсолютно. Вот какая разница для государства, где конкретно человек живёт. Это все наши граждане, все наши люди, поэтому заботиться нужно обо всех. Где-то это сложнее, может быть, сделать, но всё равно государство, регион должны прикладывать эти усилия. Я с вами согласен и тоже буду иметь это в виду. И вот второй вопрос о сохранности, да. Мы часто с коллегами в штабе обсуждаем о сохранности именно лесов вокруг нашего города, именно вот этой полосы зелёных щитов, так скажем. Не хотелось бы, чтобы вырубались наши как бы леса, они были под защитой, да, и как бы только приумножались, росли деревья в нашем городе. Красиво строят мегаполис, всё, но всё-таки нужно иметь и сохранять то, что у нас всё-таки есть, а не вырубать и строить новое, а всё-таки опять сохранять тоже именно эту территорию, и как бы она была под защитой, и каждое дерево, и каждый кустик в нашем городе как бы сохранился. Да, у вас есть какие-то конкретные озабоченности в отношении каких-то конкретных районов? Ну, у нас есть, у нас и коллег есть, может, коллеги что-то скажут, а мои поддержат, да, Андрей Медвинович? Да, ну, конкретизирую. По регламенту у нас руководят. Что, что, что? По регламенту у нас руководят. Я здесь руковожу, не стесняйтесь, говорю. Да? Да, конечно. Тогда, может быть, я тогда скажу? Скажите, конечно. Спасибо. Добрый вечер. Андрей Медведев, региональное отделение УНФ. Как уже сказала моя коллега, действительно, это проблема. Проблема, она непростая, она проблема региональная, может быть, даже и не только региональная. Почему? Потому что, может быть, в каких-то регионах тоже существует такая проблема. Но я вам сейчас о ней расскажу. Дело в том, что в свое время по инициативе Общероссийского народного фронта был принят закон, так называемый «зеленый щит». Он вступил в законную силу с 1 января 2017 года. Мы совместно с общественной палатой... Это сохранение парковых зон и лесов вокруг городов. Совершенно верно. Не только вокруг города, но и внутри города. Да, да, да. Мы совместно с общественной палатой провели общественное слушание. И по итогам этих общественных слушаний мы свои рекомендации, пожелания с конкретными, причем не просто голословными рассказами, а именно даже с конкретными объектами, скажем так, насаждений, культурных деревьев, ну, рекреационной зоны, как мы их считаем так вот, да. И с картами мы направили в Государственный совет Республики Татарстан. Для того, чтобы, может быть, даже как-то им облегчить решение вопроса о принятии закона вот этого «зеленого щита» нашего... Республиканского закона. Да, совершенно верно. До сих пор этот закон так и не принят. Хотел бы обратить внимание на то, что «зеленый щит» — это неотъемлемая часть благоустройства городской черты. И пожелания мы не критикуем, Устану Нургалевич, мы не критикуем, у нас как бы это в рамках хорошего, позитивного предложения, да, 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 да. Что вы смущаетесь? Почему можно покритиковать? Пусть воспринимает каждый, как он захочет, да. Вот. Мы хотели бы, чтобы этот закон в ближайшее время был принят. Дело в том, что я имею в виду в ближайшее время, это не просто так я говорю. По нашей информации, значит, в ближайшее время на рассмотрение и утверждение градостроительного плана он будет направлен в Москву. Вы представляете, если сейчас этот план примут, а «зеленый щит» не будет этого закона, что такое будет? Мы останемся без «зеленого щита», во-первых. Во-вторых, зоны градостроительных регламентов, которые существуют в городе, они вступят в противоречие. Скажем так, по «зеленому щиту» там будет рекреационная зона, а, скажем, по градостроительному кодексу там будет зона жилой застройки или еще какая-то там зона, как видит наша госпожа Прокофьева. Поэтому я думаю, что вот этот «зеленый щит», наверное, было бы целесообразно этот закон принять, согласовать его в архитектуре нашей. И на основании уже хороших таких действий, правильных действий, как мы считаем, с изменениями, но градостроительный план должен был, будет быть отправлен на утверждение. И наши граждане, которые обеспокоены на сегодняшний день, так же, как и мы, тем, что они могут лишиться вот этих маленьких зон, где они могут отдыхать, проводить время. У вас есть опасения за какие-то конкретные участки, районы? Владимир Владимирович, но если вас интересует конкретика, мы вам можем предоставить конкретно. Хорошо. Я говорю голословно, говорю, Владимир Владимирович, потому что мы проводили мониторинг, мы проводили анализ. Существует даже, даже существуют участки земли, зеленые, это рекреационная зона, там стоят деревья, ну, лет по 20, по 30, сосны, сосны, конкретно сосны. Это рекреационная зона, она передана в собственность, 1,2 гектара передана в собственность. Следующее действие – это проведение хитрых, скажем так, слушаний городских, перезонирование, и мы лишаемся легких нашего города. В части легких нашего. У вас значок, я вижу, это ОНФ, да? Конечно. ОНФ? Да, ОНФ. Конечно. Вот, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Значит, я, разумеется, не знаю деталей, это вроде бы частный такой вопрос, именно города Казани, но он имеет значение вообще для всей страны, для практически всех городов. Легче всего и с экономической точки зрения эффективнее строить как раз вот на таких участках. Вот, это и в Москве тоже самое, и в Питере, но это везде. Легче, потому что там и дешевле, потому что там инфраструктура есть, там тепло, газо, водоснабжение, да. Там все эффективнее. И, как правило, такие участки попадают в руки владельцев компаний, собственными компаниями которых являются уважаемые и небедные люди. Вот, что бы хотел сказать не только применительно к Казани, а вообще в этой связи, что, конечно, задачей бизнеса является получение прибыли, но не менее важно сохранить не только свои капиталы, а уважение, если это уважаемые люди. Потому что, если уважение со стороны людей исчезает, то за этим может последовать и утрата капитала. Никогда об этом не должны забывать не только те, которые претендуют на подобные проекты, но и те, которые принимают решения по проектам подобного рода. Я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что я их не знаю просто, но я думаю, что и в Казани услышат то, что я сказал, и в других городах, субъектов Российской Федерации. Это чрезвычайно важная вещь. В конечном итоге все делается, и строительный бизнес работает в конечном итоге, его конечной целью является благосостояние людей. И если кто-то об этом забывает, и те, кто бизнесом занимается, и те, кто принимает решения соответствующие, то должны быть государственные структуры, которые людям напоминают об этом. А если и государственных структур не хватает, то тогда должны работать общественные организации, в том числе, а может быть, в сложившейся ситуации, и прежде всего, общероссийский народный фронт. Поэтому я, в общем, за это благодарен и рассчитываю на вашу эффективную работу в будущем. А со своей стороны тоже буду обращать на это внимание. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, что удалось высказаться. Я не так давно говорил о… вам делал предложение по развитию туристической инфраструктуры. Но мое самое, как бы, большое направление в работе, я уже больше 20 лет занимаюсь именно строительством доступного жилья с комплексным подходом, с комплексом освоения территорий. Кошлев Владимир меня зовут. Какое у меня к вам предложение? Мощнейшим драйвером в достижении тех самых 120 миллионов метров, помимо, конечно, доступной цены и доступной ипотеки, является развитая социальная инфраструктура. В Министерстве строительства есть такая программа, замечательный стимул, с помощью которой застройщики, которые работают по регионам страны, именно в сегменте доступного жилья с ценовыми параметрами, это 35-40 тысяч рублей за метр квадратный, они реализовывают как раз вот эту социальную нагрузку, социальные объекты через эту программу. У меня огромная просьба обратить на нее дополнительное внимание с целью того, чтобы, может быть, есть возможность ее еще наполнить деньгами, потому что тот эффект, который она дает с точки зрения развития территории, с точки зрения того качества жизни, где живут люди, потому что вот на собственном примере мы постоянно догоняем, да, то есть у нас, если помните, я в 2011 году, по-моему, это был Госсовет, по телемосту вам докладывал о нашем проекте, да, мы тогда говорили то, что было очень много скептических мнений, что невозможно строить вот в тех параметрах ценовых, которые как раз вы и объявляли, говорили то, что какая цена справедливая, какая нет, вот, мы вам показывали то, что были как раз реализованы первые наши очереди, ну, с тем набором инфраструктуры, да, выставили нас в пример для всех других регионов, вот, так вот на этом проекте на сегодняшний день уже проживает более 100 тысяч горожан наших, вот, то есть мы активно растем и постоянно, вот, социалка, она нас догоняет, все равно остаются очереди в детские сады, все равно остается нехватка школ и в особенности еще, может быть, рассмотреть возможность, чтобы у нас по этой программе, у Минстрой была возможность финансировать какие-то детские, ну, детские учреждения, где для бесплатные занятия секциями, чтобы они были тоже муниципальными, бесплатные занятия секциями, там, школы искусств, то есть вот это наполнение, оно крайне необходимо. Я полностью согласен, я уже об этом, садитесь, пожалуйста, я уже об этом говорил и сейчас еще раз повторю, в связи с новыми правилами финансирования строительной отрасли, теперь привлекать деньги граждан для строительства социальной инфраструктуры будет нельзя, поэтому, конечно, это было всегда, кстати говоря, а сейчас становится основной задачей регионов, муниципалитетов, и мы, конечно, подумаем, как дополнительных еще поддержать, это совершенно очевидная вещь. Можно вот еще короткую реплику, вот девушка выступала и отдала в Министерство строительства законодательные инициативы по влечению нам, как это, с помощью там законных изменений в законе общественности вот в работу. Крайне необходимая и нужная вещь для застройщиков, да, но, к сожалению, мы сталкиваемся, когда идут манипуляции и это используют как некие такие рычаги воздействия на застройщиков, очень большая просьба, обеими руками за, инициатива очень нужная, но, если можно, не менять закон, а на базе Минстроя создать рабочую группу, чтобы все стороны высказали свое мнение, да, и пришли именно к такому решению, которое позволит в дальнейшем не просто, чтобы у нас закон отправился, а чтобы этот закон заработал. Давайте сделаем так. Мы ведь, когда готовим очень многие законодательные акты, всегда, практически всегда, приглашаем представителей той или иной отрасли. Спасибо. Поработаем. Пожалуйста. Добрый вечер. Денис Леонтьев, КБ «Стрелка». Мы работаем, помогаем городам развиваться, больше в 53 городах России работаем. У меня вот такой вопрос. Сегодня уже говорили о национальном проекте «Жильё». Получается, когда проект закончится, мы построим порядка 600 миллионов квадратных метров жилья. Это одна шестая часть всего жилищного фонда, который у нас есть. По сути, мы вот и сформируем новую городскую среду вот этим проектом. И мне видится, что сегодня есть, несмотря на все вот эти радужные примеры, о которых мы говорим, есть видится как бы развилка, по которой нам нужно выбрать, по какой идти. Первое – это продолжать строить то жильё и создавать ту городскую среду, которую мы создавали последние 20 лет. А если честно говорить, в принципе, это повторение или застройки индустриального города 60-летней, 70-летней давности. Мы вот воспроизводим всё время всё тот же самый проект. Иногда говорят, что качество чуть пониже, высотность повыше. Но по сути… Здесь коллеги и говорили как раз, или кто, да, вы здесь говорили, что как раз задача-то в том, чтобы избежать вот такого воспроизводства прежнего жилья. Вот. Если мы хотим воспроизвести, мне кажется, целесообразно, комплексно посмотреть на те нормативы на федеральном уровне, которые есть. Потому что это не только вопрос главного архитектора города или муниципалитета. Вот как, знаете, как не делай, а всегда получится, вот она будет пятиэтажка, или десятиэтажка, или двадцатиэтажка, но это будет одно и то же, да, по сути. И нужно комплексно пересмотреть эти модели жилой застройки, нужно смотреть модели, создавать на основе самоштабной человеку среды, это и среднеэтажная стройка, и малоэтажная застройка в городе, и описывать уже эти модели в нормативных базах. По сути, там нужно внести 30, там, максимум изменений на федеральном уровне, которые позволят запустить процесс и, как бы, эту среду регенерировать гораздо… ну, создать большего качества. Восточная Европа, там, не знаю, Восточная Германия, тем же самым занималась, занималась 20 лет, у них сейчас начинает получаться вот этот, ну, перекос, смесить перекос от индустриального домостроения, которое было. И нам нужно заняться тем же самым, есть международные стандарты, есть ООН-Хабитат, есть ОСР-стандарты, есть большие наработки, которые сделаны уже в России, и это сложная история. Это 30 изменений внести, но за это потащат за собой и индустрию материалов, и девелоперы должны будут перестраиваться. Это большая история, но только тогда мы сможем запустить процесс создания городов или качественной городской среды, которая отвечает требованиям современного гражданина с точки зрения безопасности, комфортности и разнообразия. Вы правы, я полностью с вами согласен, сделаю только одну маленькую ремарку. Нам нужно менять стандарты, технические требования, всякие регламенты, безусловно, 100%. Вот по этому пути нужно идти, но только, конечно, нужно учитывать нашу специфику, имея в виду, что сейчас у нас за Уралом, допустим, минус 50, снеговая нагрузка у нас не как в бывшей ГДР и так далее, и так далее. Мы просто должны это иметь в виду, всё это учитывать, но должны понимать, что появились новые технологии, новые материалы, и, конечно, руководствоваться регламентами техническими 30-х годов, даже 40-х, это совершенно недопустимая вещь. Вы правы абсолютно, но министерство этим и так занимается. Это, кстати говоря, занимается не один год, но вы как практик, если видите, что там конкретные вещи нужны, вы предлагаете их, давайте их сюда, эти предложения. Материалы, да, и действительно, министерство делает для этого очень многое, но это вопрос пространственной организации структуры города. Это тоже. Да, потому что мы строим, вот смотрите, извините, перебиваю, что в городах должны быть улицы, мы строим магистрали и дороги, они разрезают город, невозможно, там невозможно никакой уличной торговли цивилизованной, людям небезопасно переходить, пешеходные пути и школы там до жилья у ребёнка, это всё небезопасная история, но зато мы строим магистрали, да, или дороги. Нужно запретить в центре городов строить дороги, строить улицы, улицы, где безопасно пешеходу и так далее. Вот эти вещи, они в том числе и как бы на смысловом уровне должны тоже поменяться у федеральных чиновников, они должны перестать строить эту инфраструктуру, не приспособленную на самом деле для качественной жизни. У всех должно поменяться, и у тех, кто строит, и у тех, кто организует строительство. Вот сейчас только мне показывали, здесь замечательный пример, как организовано строительство нового микрорайона. И пешеходные улицы есть, и школы расположены, детские сады расположены так, чтобы дети передвигались в безопасном режиме. И сейчас можно это делать. Но то, что нужно изменение регламентов и правил, тоже вы правы, над этим нужно работать. Пожалуйста. Да, пожалуйста, да, прошу вас. Добрый день, уважаемый наш президент нашей страны, Владимир Владимирович. Добрый день. Я являюсь членом регионального штаба ОНФ из Путарстан, Заринов из Рахманова. Значит, у меня такой вопрос. Любая комфортная среда должна быть, самое главное, доступной, правильно? А немаловажным фактором это, чтобы эта доступная среда была комфортная и во всех условиях доступна для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в городе Казани и в других регионах, где я часто бываю, очень много создается таких оборудований, то есть таких новых специализированных пешеходных переходов, подземных переходов, то есть дополнительных пандусов, папорелли для людей с ограниченными возможностями, но, к сожалению, они быстро приходят к ненадлежащему виду использования, что является большой проблемой. В связи, проведя мониторинг Общероссийского народного фронта, мы выяснили, что самая главная проблема является то, что выделяется недостаточно финансирования на ремонт и на содержание этих объектов, что когда человек, получается, подходит к данному оборудованию, да, он не может воспользоваться этим средством, так как оно не в надлежащем состоянии. Просим вас рассмотреть такой момент, чтобы увеличить финансирование на содержание данных объектов, что является очень важным для всех жителей с ограниченными возможностями. Вы знаете, они изначально должны строиться таким образом, чтобы им можно было долго пользоваться, чтобы они были так, ну, как неудобно говорить, но тем не менее, вандалоустойчивыми, чтобы невозможно было приводить им в надлежащее состояние, разрушать, уничтожать. Ну, вы правы, конечно. Но я должен сказать, что мы неоднократно говорили об этом с Рустамом Нургалевичем, и Казань много для этого сделала, особенно в период подготовки к студенческим играм и к юбилею города. Поэтому мы и дальше будем это делать не только в Казани, а в других местах. У нас целая программа существует без барьерной среды. Она часто, откровенно говоря, недорого стоит на самом деле. Ведь если изначально при проектировании иметь это в виду и закладывать даже небольшие деньги, ну, что там пандус построить, ничего не стоит на самом деле. Вот когда перестраиваешь, то тогда, а вот когда это в процессе проектирования делается, то это не такие уже большие деньги. Нужно просто об этом думать заранее. Но вот эту программу будем дальше развивать, безусловно, без барьерной среды. Ладно? Пожалуйста. Здравствуйте. Михаил Никоненко, город Калининград, архитектор. Я, как и Анастасия, тоже являюсь финалистом программы «Архитектор РФ». Но у меня вопрос, вернее, предложение не про архитектуру, а про общественный транспорт. Потому что общественный транспорт – это тоже такая среда, в которой горожане проводят огромное количество времени. У нас есть прекрасные примеры, как это реализовано в Москве, реновация общественного транспорта. В Казани тоже, я смотрю, очень хорошо он развит. Но во многих городах от Калининграда до Владивостока, кстати, у меня тоже есть коллега и студент нашей программы оттуда, не даст соврать, что общественный транспорт у нас в стране очень плохо развит в общем и целом. И на примере Калининграда, где, например, у нас осталась исторически очень развитая трамвайная сеть, но, к сожалению, в последние годы, за последние 10 лет она практически утрачена, у нас остался один маршрут. Хотя трамвай – очень перспективный вид транспорта, в частности. Он может вывозить людей, он очень гибкий и в долгосрочной перспективе очень экономичный. Ну и, естественно, полезен, вернее, очень экологичен по сравнению с автобустем. Но у меня именно предложение обратить внимание и, может быть, даже включить в программу развития, про которую вы будете, видимо, обсуждать на городосовете, развитие вообще общественного транспорта по всей России, чтобы это было качественным и удобным для всех вида. Правильно, согласен. Это верно. Это действительно относится к миллионам людей. Мы транспортному машиностроению уделяем в последнее время немало внимания, и это приводит к хорошему результату. У нас в разы сократилось количество импорта и увеличилось собственное производство. Растет даже экспорт наших изделий, нашей продукции, транспортного машиностроения. Будем мы дальше в этом направлении двигаться, но нужно, конечно, чтобы люди это видели, чувствовали и понимали. Так мы будем локализовывать соответствующее производство у нас в стране и на стране. Сами будем развивать. У нас собственное производство трамваев. У нас проблема еще в том, что у нас узкая колея, и она не соответствует колее, которая… Ну, это тоже не проблема. Это не проблема. Если производителю задачу поставить, они легко решают. Трамваи появились, отечественное производство лучше, чем любые импортные аналоги. Лучше. Поэтому будем работать в этом направлении дальше. Даже не сомневайтесь. Спасибо. Владимир Владимирович, я вас тут поддержу, поскольку в теме разбираясь общественного транспорта, могу сказать, что в стране стали происходить существенные изменения, которые выражаются в росте конкретных заказов. Вот мы в этом году удваиваем объем производства автобусов. Электробусы, конечно, тоже пилотный проект для Москвы. В том числе за счет государственной поддержки. Ну, я бы сказал, ни один муниципалитет без федеральной поддержки сегодня приобретать технику не в состоянии. Это вот ответ на ваш вопрос. Владимир Владимирович, два часа отработали. Заканчиваем. Неохота уходить от вас, нам с вами интересно. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Федоров Максим, Деловая Россия. Я представляю город Набережная Челны. Это достаточно молодой город. И я считаю, как житель этого города, немножко отделенный, обделенный в плане именно пространства. Сейчас, конечно, работа ведется. Благодаря команде Натальи Фишман у нас благоустраиваются парки, скверы. Но у нас есть проблема театров. У нас есть два маленьких театра. Татарский и русский драматический театры. В направлении строительства татарского драматического театра работа началась вести, определилось место. Но от лица всего полумиллионного города хочу вас попросить, чтобы русский драматический театр был построен тоже одновременно с татарским драматическим театром, чтобы все наше население могло ходить. Я считаю, это было бы справедливо. Мы точно с Рустом Магоничем договоримся об этом. Спасибо. Не сомневайтесь. Ну что, давайте еще три завершающих. Пожалуйста, прошу вас. Руслан Мургалевич, коллеги. Я являюсь председателем Ассоциации реабилитации инвалидов Росресурс. По поручению правительства по трудоустройству инвалидов 2020 года разработан проект. Хороший идеальный проект. И по распоряжению Руслана Мургалевича открыта Ассоциация реабилитации инвалидов Росресурс, которой я являюсь. Здесь предложение такое, что разработана дорожная карта и хотелось бы ее внедрить. Я уже выступал в Турции перед 80 странами в прошлом году. И там туда зовут. Но хотелось бы реализовать этот проект. Выступал в Курултае, выступал и здесь в кабинете министров с этим проектом. И если можно, Руслан Мургалевич, создать рабочую группу и предоставить вам этот проект. Потому что 12 лет занимаясь, допустим, вот этим вопросом, у меня есть от муниципальных учреждений отписки. Я пишу письма о том, что нужно создавать рабочие места для людей с инвалидностью. И у меня эти отписки есть. То, что на душу населения у нас достаточно рабочих мест. И в связи с этим отказывается в некоторых вопросах. И хотелось бы этот вопрос под вашим руководством, Руслан Мургалевич. А так у нас 2500 людей с инвалидностью в Ассоциации. Спасибо. Вопрос о создании рабочих мест для людей с инвалидностью. Идет там полностью дорожная карта. Первая – это работа с общественностью. Вторая – я работаю со всеми центрами республики, со всеми коррекционными центрами и коррекционными школами. Потом идет культура, физкультура, трудоустройство, работаем с центром занятости, с Эльмира Амировной на связи. И у нас есть куча предпринимателей социально ответственных, как и я, которые готовы брать людей по специальностям, обучать, практику проходить. И готовы еще вкладывать с этой прибыли. И здесь еще идет ГЧП. Потому что есть определенные проценты, которые должны брать заводы. И у нас есть предложение, потому что мы готовы их давать на аутсорсинг этих специалистов, брать заказы. Эти деньги идут в ассоциацию. Ну вот, я все-таки продолжу то, что хотел сказать. Создание рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью – это ключевой вопрос в работе с инвалидами. Просто ключевой, самый главный. Но есть известное выражение. Хотите завалить дело – создайте рабочую группу. Поэтому вы просто сформулируете то, что вы считаете ключевым в решении этих вопросов, которыми вы занимаетесь. Передайте Руслану Даганевичу. И я думаю, что в оперативном порядке лучше сразу решать какие-то вопросы, которые вы считаете самыми важными. Но рабочую группу создать – это несложно. Он вам создаст хоть пять. Сформулируйте, он слушает и якивает головой. Давайте отсюда еще один вопрос, пожалуйста. Будьте добры, возьмите, пожалуйста, микрофон. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Сергей Анатольевич. Меня зовут Василий Маньковский. Я предприниматель машиностроителей из города Набережные Челны. Но вопрос у меня несколько выпадает из общего тех. У меня общий экономический вопрос. Не секрет, что добавленная стоимость является креугольным камнем любой экономики. И на сегодняшний день у нас иногда проскальзывают такие разговоры о том, что нужно увеличить производство продукта с высокой долей добавленной стоимости. Но почему-то это не является каким-то, ну как вот сказать, направлением деятельности наших властей. Вы ошибаетесь. И в то же время все равно очень... Смотрите, у нас главная задача – это повышение темпов роста производительности труда. Это напрямую связано с тем вопросом, который вы поставили. Но добавленная стоимость – это несколько иное. Нет, это производная от производительности труда и добавленная стоимость. Мы вот для того, чтобы поддержать предприятия, которые работают в этом направлении, которые работают над повышением добавленной стоимости, мы целые инструментарии создаем поддержки предприятий, которые многократно увеличивают эту добавленную стоимость. В том числе это касается и организации экспорта, и товаров, и услуг высокотехнологичной продукции. Экспорт возможен только если мы сами будем производить очень много импортозамещающих товаров. А импортозамещающие товары – это, как правило, товары с высокой долей добавленной стоимости. И на сегодняшний день все-таки импорт гораздо проще. Собрали, завезли, собрали, продали, исчезаем деньги. А вот производство продукции с высокой долей добавленной стоимости – это очень-очень дорогостоящий, продолжительный во времени процесс. И очень немногие предприниматели идут на то, чтобы вот такой деятельностью заниматься. Но социальная значимость этого очень большая. Это зарплата, это бюджет, отчисление бюджета у фонды. Ну и очень высокий положительный эффект. Все равно мне кажется, что на сегодняшний день вот эту тему надо именно таким образом назвать. и придавать ей намного больше значения, чем… Ну именно так и говорить, что производство продукции с высокой долей добавленной стоимости. Сегодня все равно недостаточно об этом говорится. Я отслеживаю эти моменты, но это так. Вот поэтому я предлагаю, может быть, дискуссию провести какую-то широкую, определить все за и против производства такой продукции, ее влияние на различные процессы в обществе. Вы абсолютно правы. Именно к этому нужно стремиться. Абсолютно. Значит, уверяю вас, мы этим… Садитесь, пожалуйста. Мы этим и занимаемся. Но если вы, причем вы человек, который работает в этой сфере, считаете, что этого недостаточно, значит, мы должны обратить на это внимание дополнительно. Вы знаете, ведь практически все, что мы наметили делать в высокотехнологичных областях, направлено именно на это. А когда я сказал о поддержке высокотехнологичного экспорта не только товаров, но и услуг, то это тоже одна из мер поддержки производителей, которые уделяют внимание увеличению добавленной стоимости. Вы сейчас упомянули о импортозамещении. У нас же целая программа импортозамещения создана. Там сотни, сотни, 600 миллиардов, по-моему, в общем объеме до 600 миллиардов доходит поддержка. Тех предприятий, которые занимаются импортозамещением. Я уже не говорю про оборонку, там вот такие вот толстые фолианты, утверждаю, по импортозамещению. Но и в гражданских сферах все больше и больше. Мы сейчас упоминали про транспортное машиностроение. Так у нас уже, по-моему, на рынке, на внутреннем рынке 90% транспортного машиностроения – это отечественное производство. И мы и дальше будем так делать. И дальше так будем делать. Но если вы обратили внимание на то, что об этом мало сказано, что недостаточно даже, по вашему мнению, делается, а то, что это самая сложная работа, я прекрасно понимаю, я с вами согласен. Будем и дальше поддерживать эти направления. Сомнений быть не может. Спасибо. Сомнений быть не может. Сейчас. Мы с вами отдельно уже говорили. Пожалуйста. Да. Возьмите микрофончик. Да, да, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Всем хорошего вечера. Добрый вечер. У меня вопрос вообще совершенно странный, потому что я не планировал его задавать. Вообще, какой вопрос можно задать президенту? Приходит на ум. Вот одна мысль, которая меня в новгородской среде интересует, интересовала. То есть в разных городах России, не только в Казани, а в мелких городах в том числе. На первых этажах жилых домов существуют коммерческие площади, которые сдаются под магазины и так далее. И в принципе многие из этих пространств, ну вот это, допустим, более-менее адекватно можно представить, что это продуктовые магазины, там стоматология, еще что-то, еще что-то, но среди них есть магазины, которые в принципе не предназначены для жителей, которые там обитают. Например, точно не рассчитаны на детей и так далее, и так далее. Там категория 18+, и прочее, и прочее. Я просто хотел уточнить, а существует ли какая-то система фильтрации от подобных арендных площадок? На уровне муниципалитетов определяется эта фильтрация. Муниципалитет решает вопрос, что можно там разместить на первых этажах, а что нет. К этому, ну вы подняли очень острый вопрос на самом деле, к этому нужно относиться в высшей степени аккуратно. Потому что там же люди живут, магазины это хорошо, но высшей этажом люди живут, там и запахи, и шум, и так далее. Поэтому муниципалитеты, прежде чем разрешить, дать соответствующее разрешение на открытие тех или иных предприятий, торговых, либо обслуживания, должны подумать о том, как люди здесь будут жить. Я говорю даже не про что-то конкретное, ну кафе и так далее, не про эти вещи, но скорее про более смысловые, про то, что дети растут и смотрят на то, что там происходит. Ну конечно, это то же самое, и это в ряду важных вопросов размещения различных предприятий, учреждений, торговых точек и так далее. Конечно, это ведь тоже создает среду, в которой люди живут, но конечно это важно. То есть, возможно, как система фильтрации или вообще какие-то инициативы по созданию... Но вот это муниципальные, не только чиновники, депутаты должны этим озаботиться, общественные организации. Здесь нечего стесняться, здесь нужно, если есть проблемы, нужно требовать решения этих проблем от муниципального уровня управления. Это на уровне поднятия вопроса сейчас. Просто хочется сказать, что в целом очень здорово и интересно то, что, например, в жилых дворах существуют разнообразные спортивные площадки, детские площадки и так далее. Это здорово, и просто через какое-то время становятся очевидными результаты вот этих вот вложений. Ну правильно. Поэтому у нас создана программа развития внутридворовых пространств. Да, и культурные площадки, какие-то такие небольшие очаги могли бы стать просто тоже... Конечно, но это есть среда. Вот, конечно, об этом и говорим сегодня. И говорить будем с коллегами на президенте и госсовете. Обязательно. Спасибо. Так что ничего необычного в вашем вопросе нет. Он по существу. Вам спасибо за него. Всего доброго. Давайте, вот, я, знаете, хочу попросить там завершающий вопрос от представителей строительного бизнеса. Есть? Нет? Все ясно? Да, ну пожалуйста. Спасибо. Еще раз добрый день. Здравствуйте. Вечер уже. Я бы хотел задать вопрос в честь, опять-таки, 214 федерального закона, который обязан все застройщики перейти с 1 июля. Мы также год назад протестировали совместно с Бирбанком данный механизм. Наверное, подтверждение ваших слов. То, что механизм работает. Работает он эффективно. Он ориентирован на реализацию новых проектов. Также на отсутствие в будущем обманутых дольщиков. Но есть определенный нюанс в части текущих проектов, которые в том числе должны перейти с 1 июля на новые модели. Здесь бы хотелось предложить, возможно, то, что необходимо принять какое-то гибкое решение. Так как основную массу проблем как раз-таки создается при переходе текущих проектов. Необходимо определить какие-то понятные критерии, в том числе, в первую очередь, для бизнеса и для государства. Я понимаю, о чём Вы говорите. Действительно, проект есть. Он уже, допустим, работает, запущен. А вот теперь с 1 июля нужно перейти на новые правила финансирования этого проекта. Безусловно, это должно быть учтено. И до, по-моему, до первого или до середины апреля правительство должно принять решение по поводу того, по поводу того, как поступить с этими проектами, какие дополнительные условия предоставить тем компаниям, которые работают, начали работу и начали проекты по старым условиям, с тем, чтобы не задушить эти проекты, не создать новых проблем и не увеличить количество дольщиков, которые поставлены государством в сложные условия. Есть предложение о том, чтобы разрешить им работать до реализации этих проектов по старым правилам. Есть предложение, согласно которым нужно предоставить определённые льготы в рамках новых правил. Но что бы я хотел сказать, что мы всё равно должны будем переходить в конечном итоге на эти новые правила. Вот это совершенно очевидно, это все должны понимать. И вот эти, даже вот эти возможные исключения для проектов, которые уже запущены, не должны создавать иллюзию, что эти исключения будут длиться вечно. Вот мы это точно с вами должны осознать и идти в сторону цивилизованных отношений на этом рынке. Я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю встречу, она была полезной. Надеюсь, и для вас было интересно, но и для меня, вот искренне говорю, для меня это очень полезно. И многое из того, что сейчас услышал, мы, безусловно, будем обсуждать с коллегами на президенте Госсовета. У нас наверняка ведётся и запись нашей беседы. Мы это всё проанализируем и используем в практической работе. Спасибо вам большое. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...